Мы сейчас на замечательную конференцию в этот замечательный город. Моя тема сегодня – это РХПГ, показания, какие клинические плюсы. На эту тему можно говорить много часов, но у меня времени существенно меньше. Поэтому я очень коротко буду говорить о некоторых аспектах, но я с удовольствием отвечу на вопросы, если у вас возникнут. Итак, как насчет концепции РХПГ? Вы все знаете эту концепцию, я очень быстро об этом поговорю. Итак, РХПГ – это комбинация эндоскопического и рентгенологического методов. Требуется специальное оборудование, иначе вы не сможете провести корректную процедуру. Вам нужно напрямую визуализировать желчеводящие пути, если вам иногда требуется введение контраста. Естественно, здесь требуется использование катетеров с использованием специальных проводников. То есть это как бы по методике Сельдингера, да? Первая контраста главного сосочка была проведена еще в 60-е годы прошлого века. Технология стала очень быстро развиваться. Исходно это была чисто диагностическая процедура. И после этого она очень серьезно развилась, проникая уже в терапевтическую область. Соответственно, диагностическая РХПГ играет ограниченную, его роль очень ограничена, поскольку МРТ используется для визуализации протоколовой системы сегодня. Несколько слов о требованиях к персоналу в Германии. Я знаю, что эти требования изучаются в разных странах. Здесь зачастую у нас не требуется анестезия. И процедура в 95% случаев делается просто под седацией, без общего наркоза. У нас требуется интервенционист, врач, его помощник, аналитовая медсестрястин. И у пациентов с легким или средне тяжелым заболеванием седацию может сделать медсестра, прошедшая соответствующее обучение. И только у очень тяжелых пациентов и у маленьких детей требуется присутствие врача-анестезиолога для седации или интубации. У детей весом меньше 10 кг также процедура проводится под общим наркозом. Каковы же основные показания? Я очень быстро про это проговорю. Это билярные структуры, это основные показания для РХПГ, камни желчеводящих путей, хорошие показания. Далее какие-то истечения желчи после холецистоктомии или политоризакции печени. И заболевания поджелудочной железы, хотя результаты не настолько хороши, как при заболеваниях желчеводящей системы. Это качественная холонгиограмма, которую мы должны увидеть после РХПГ. Мы можем увидеть все протоки печени. И, соответственно, вы видите, собственно, все анатомии здесь, правый и левый, печеночные протоки и так далее. И, соответственно, мы должны все стараться получать максимально качественные холонгиограммы. И одна из самых важных методик в трепетической эндоскопии – это эндоскопическая сфинкотомия. Открытие билярного сфинктера очень важно для многих вмешательств, в частности, расширение устья сосочка для удаления камней. Камни обычно больше по диаметру, чем сосочек. Соответственно, нужно уменьшить размер камня или, соответственно, увеличить или расширить канал сосочка. Кроме того, иногда требуется создать удобный доступ к желчеводящим путям. И это мы вчера также видели. Подготовка к нескольким вмешательствам, в частности. И, кроме того, если невозможно провести сфинктеротомию стандартную, тогда нам требуется работать по-другому. Вот современный рисунок. Мы видим систему сфинктера и сосочка. И, соответственно, мы должны провести разрез по этой желтой линии. И по голубой лице сделать разрез, если вам придется сфинктеротомия, чтобы попасть в протоковую систему под желчеводящей желтой. Соответственно, мы должны, естественно, представлять себе, куда идет проток в стенке. Вот инструмент, который мы используем сфинктеротомией. Это сфинктеротом, с режущим проводником. Или можем использовать такие ножи. Вот небольшое видео, которое я хотел вам показать, но, к сожалению, оно не запускается. То есть, я должны себе представить, что это должно происходить. Здесь мы видим сосочек. И проблема этого пациента заключается в том, что здесь небольшой камень, который застрял в сосочке. Соответственно, мы не можем завести там проводник. Что же мы сделали? Мы вначале рассекли носочек здесь с помощью ножа, и после этого взяли проводник. И после того, как мы удалили камень, мы смогли провести процедуру уже до конца. Дальше. Самое важное вмешательство – это помещение стенда. Вот то, что вы видели, или постановка стенда, то, что вы видели сейчас, и для стенда ставится по разным показаниям. У нас есть различные стенты. Нераскрываемые пластиковые стенты, показания по поводу заболевания билярного тракта или поджелудочной железы. Есть раскрывающиеся металлические стенты для заболеваний желчеводящей системы. Без покрытия стенты могут быть без покрытия. И эти стенты могут стоить порядка тысячи евро. И если говорить о структурах, что же у нас есть из этиологии? Есть целый ряд заболеваний, и я не буду их перечислять все. И вы думаете, что вы о них уже слышали, даже сегодня утром. Но очень важно понимать, что есть доброкачественные и злокачественные структуры или их причины. И это важно и для врача, и для пациента, естественно, знать, какова же причина структуры. Поскольку при доброкачественных структурах у нас есть время, мы можем оценить их состояние, произвести соответствующую терапию. А при злокачественных причинах мы должны оценить возможности хирургического подхода и с тем, чтобы излечить пациента, если это возможно. Далее очень сложно не всегда просто понять, что есть ситуация. Вот несколько холонгиограмм со структурами. Вот одна здесь, здесь и здесь. И достаточно сложно сказать, просто глядя на них, что же это такое, воспалительная структура, злокачественная структура или послеоперационная структура. Я могу это сделать, просто посмотрев на холонгиограммы. И я это знаю просто потому, что я занимался интенсивной диагностикой этих структур. Если говорить, какова же может быть дефицировка, как можно брать дефицировку структур у пациентов с желтухой или с зудом. Если мы в медицинской патологии на УЗИ или в лабораторных показаниях, вначале мы должны собрать анамнез. Потому что у пациентов с язвенным колитом, как правило, у них выше риск. У этих пациентов существенно выше риск перечной скреживающей холонгиограммы. И также зачастую может быть, у послеоперационных пациентов может быть высоким риск послеоперационных структур. Как правило, мы исходно идем на неинвазивные тесты, например, МХПГ. И затем, если мы смотрим на морфологию системы, если ситуация не разрешается, если им требуется биопсия, цитология, тогда следующий шаг – это РХПГ. Далее мы смотрим на морфологию структуры. И если, опять же, после РХПГ мы не уверены, это небольшое количество пациентов, если мы не уверены в диагнозе, тогда мы используем дополнительные методы оценки состояния структуры. Это внутри протокол ультразвук, есть эндоскопический ультразвук, КАЭУС, который вы видите здесь, и вы видите еще сегодня примеры. И также мы можем заглянуть непосредственно в желчайшую систему, используя холонгиоскоп. И с помощью холонгиоскопии вы можете взять дополнительные биоптаты. И опять же, если диагноз непонятен, тогда, соответственно, мы можем пойти на лапаротомию просто с диагностической целью. Я говорил уже об важности анамнеза. Есть некоторые ситуации, когда доброкачественная теология уже, скажем так, вероятна. К сожалению, лабораторные тесты не всегда надежны. Ни исчезная фазотаза, ни гамма-глутамилу-трансфераза, билирумина и ЦА19-9 являются неспецифичными, поскольку они могут показывать, что ЦА19-9 может говорить о росте опухоли, но опухоли может даже, но при этом опухоли может не быть. Вот, структура морфологии. У пациентов с дистальными структурами, вот такими, вы можете... Здесь какая есть вероятность? Что здесь может быть? Папиллярная аденома, нужно посмотреть на состояние сосечка. Может быть, холонгиокарцинома или может быть хронический панкреатит. И анамнез, сбор анамнеза здесь очень полезен. У пациентов со структурами в воротах это частый диагноз. Это холонгиокарцинома в области ворот, но это также может появляться при аутоиммунном холонгите. И также может быть послеоперационные проблемы после холецистектомии. И, наконец, когда вы видите такие смешного типа структуры, когда структуры везде, скажем так, находятся, самая частая причина – это, опять же, холонгит, первичный холонгит. И, кроме того, может быть, хроническое заболевание, воспалительное заболевание кишечника. То есть, соответственно, нужно собрать анамнез тщательно, поскольку здесь также может быть аутоиммунный холонгит, который является таким хамелеоном для билярных структур. Но это ситуация сегодня, и такие пациенты случаются сегодня так часто. Я уже сегодня говорил о холонгиоскопии. Холонгиоскопия – это хороший инструмент в ситуации, когда МРТ и РХПГ не дают диагноз. Мы можем непосредственно посмотреть на желчеводящие пути. Мы видим здесь опухоли, и можем получить непосредственно снимки опухолей. Если мы комбинируем РХПГ и холонгиоскопию, и биопсию, мы получаем чувствительность методики близко к 100% для злокачественных опухолей. То есть мы никогда не можем достичь идеала в 100%, мы можем очень близко к нему приблизься. Но нет общепринятых критериев определения злокачественных опухолей. Мы видим вот эту вот маленькую язвочку с фибрином, покрытофибрином. То есть мы видим, что здесь есть, скорее всего, опухоль, но это не 100% вероятность в области ворота. То есть вы должны накопить опыт с тем, чтобы различать доброкачественные, воспалительные или злокачественные ситуации. А в случае первичного склерозирующегося холонгита это даже, может быть, невозможно. Вот если вы видите такие подозрительные очаги, используя холонгископию, вы можете их оценивать. Мы можем взять биопсию здесь, и, соответственно, холонгископия позволяет вам брать биопсию из точного, из того места, которое вы считаете значимым. Есть различные типы библиарных структур, вот эта доброкачественная структура, если мы видим холонгиограммы, соответственно, мы понимаем, что это пациент с первичным склерозирующим холонгитом. Вы видите структуры вот здесь, холедах очень серьезно сужен, и это вызывает холестаз. Это пациент, что мы сделали, мы провели баллонную дилатацию, используя один из этих баллонных катетеров. Вы видите раздутый баллон в холедахе, и далее, если мы сравним эту картину вот с этой картинкой, мы видим буквально разница между ним всего лишь 5 минут. Мы видим, что дилатация доброкачественной структуры может помочь получить нормальный в размере расширенный проток с нормальным сечением желчи. И это помогает пациентам. Это достаточно старая работа, которая показывает, что если у вас пациент с первичным холонгитом со структурами, если вы используете, собственно, терапию, используя UDCA и холонгиоскоп, это серьезно улучшает ситуацию у пациентов. Вот это пациенты до то, что было в пациенте ранее, до эры эндоскопической, скажем, эндоскопии и холонгиоскопии. И вот что происходит, когда эти методики появились. В последние несколько лет у пациентов с РХПГ появились вопросы. Считается, что эндоскопическая методика лечения для таких пациентов считается оптимальной. Эндоскопическое лечение билярных структур при хроническом панкреатите, дистальная структур холедаха встречается у четверти пациентов хроническим панкреатитом. Не всем требуется эндоскопическая терапия, но если они симптоматические, если имеется вторичный билярный цирроз, камни, или у них появляются или усиливаются признаки элистаза, то, соответственно, им требуется эндотерапия. Но нет реального стандарта. Мы идем на операцию, нужно ли требовать резекцию головки, пожелочной железы делать, нужно ли ставить анастомоз или достаточно использовать эндоскопическую билярную декомпрессию. Если мы используем эндоскопию, соответственно, нужно брать пластиковые стенты. В частности, мы можем использовать также и металлические стенты, но данные самых легких наблюдений сегодня относятся к пластиковым стентам. И если мы это делаем, то нужно ставить несколько стендов. Если мы ставим только один стенд, показатель успеха стоит 30%, а при использовании нескольких стендов он составляет 60%. Мы должны менять эти стенды раз в три месяца и продолжительность лечения менее одного года. Вот дистальная структура здесь и холестаз. Это было связано с хроническим панкреатитом. Вы видите, большие кальцификаты в области головки, поджелочной железы. Три пластиковых стента было поставлено, их регулярно меняли в течение года. И вот результат. Мы видим, что этот сегмент уже, чем этот сегмент, но желчь уже может спокойно вытекать. Вы видите, как желчь вытекает в двеносиперстную кишку. Если мы ставим несколько пластиковых стендов, вот есть несколько данных по этому поводу. Показатель успеха составляет от 50% до 90% в зависимости от длительности терапии. Срок наблюдения должен быть не менее года, иначе вы не сможете реально оценить результат у этих пациентов. И потребность операции после эндоскопии достаточно невелика, если мы используем этот метод. По поводу металлических стендов, которые являются более недавней разработкой исследований, вы видите, пациентов меньше, показатель успеха превышает 50%. Продолжительность лечения здесь существенно меньше, буквально от 3 до 6 месяцев. Но требуется более длительное наблюдение. И частота операции после эндоскопии находится от 0 до 17% в таком диапазоне. То есть, я думаю, что мы больше информации получим по поводу в ближайшие годы. Как насчет злокачественных структур, со злокачественными причинами? Есть ли какая-то роль в палеотипной терапии холонгико-карцином? Вы знаете, что есть холонгико-карцином и внутрепеченочный, когда эндоскопическая терапия не может использоваться, когда резакция невозможная. Все, что мы можем сделать, это химиотерапию использовать. Но большая часть холонгико-карцином, они презентируют себя, ремонстируются со структурами. И вот здесь мы можем также использовать эндоскопические палеотипные методы лечения и также комбинировать эндоскопию с химиотерапией. Далее. Первое, что мы должны сделать у пациентов со злокачественными структурами, по причине холонгико-карцином, это поставить стенд. Если мы это не сделаем, у пациента развьется холестаз, холонгит, сепсис, и в итоге этот пациент погибнет. И в итоге мы предотвращаем гель пациента от холонгита, имплантируя либо металлический стенд, либо пластиковый стенд. Вы видите здесь, что первичная числа успешности терапии в обеих группах очень высокая. Единственное различие – это проходимость стента. Другими словами, сколько стенд остается открытым. Как правило, этот период длиннее у металлических стендов по сравнению с пластиковыми стендами. Как видите, здесь, соответственно, число повторных вмешательств у пациентов ниже в группе металлических стендов. Выживаемость не отличается между группами. Другими словами, у пациентов пластиковый стенд или металлический стенд не влияет на выживание пациентов. Еще одна специальность или цель эндоскопического лечения – это противопухолитерапия у пациентов, у которых мы не можем провести операцию. И одна из металлических лечений, которые присутствуют на рынке – это ФДТ, фотогенометическая терапия. Как это работает? Пойдет в специальное вещество, повышающее фоточувствительность за два дня до вмешательства. Это такая зеленая субстанция. Она распределяется по организму и накапливается в опухолевых клетках. И затем через два дня мы заходим, делаем РХПГ и лазерным цветом облучаем опухоль. И в итоге опухоль, собственно, уходит в некроз. И состояние, собственно, организма может восстановиться. Как это происходит? Лазерное облучение вместе с фоточувствительным веществом повышает количество радикалов кислорода в клетках. Это индуцирует тромбоз в опухоли. И в итоге запускаются определенные иммунологические каскады. Также опухоль, гипоксиклеток опухоли приводит к запуску прозаппортоза и некроза. Соответственно, поражаются и окружающие ткани также, но у здоровых тканей способность к регенерации выше. Какие были исследования проведены? Вот два РКИ. Одно исследование, это один из моих коллег. И как видите, что выживаемость после ФДТ при холонгиокарциномии составляет одного до двух лет. В этих группах по сравнению с периодом всего лишь шесть месяцев в группе, в которой были использованы только или просто стенты. И здесь было статистически достоверно достигнуто. Вот несколько нерандомизированных исследований. Те же самые данные у пациентов после ФДТ по поводу холонгиокарциномии. Их выживаемость составила от девяти месяцев до двух лет. Таким образом, имеет смысл использовать методику, если мы сравниваем это с обычными стентами, где выживаемость составляет всего лишь шесть месяцев. Есть еще новая альтернатива на рынке, она недавно появилась. Это радиочастотная абляция. Не используются никакие синтетизирующие агенты. Вводим специальный катетер с металлическими кольцами. Далее мы включаем генератор. Он нагревает зону опухоли. И что происходит? Вследствие температурного воздействия возникает... Некроз в области протока. Это, естественно, не удалит полости опухоли, но это позволит нам удалить опухолю ткань вокруг протока. В итоге это позволит нам избавиться от холестаза. Поскольку мы таким образом можем расширить, собственно, диаметр протока. Далее камни. Вы уже вчера видели такой клинический случай с камнями. Пациенты могут быть очень разными. Вот этот пациент здесь мы видим в холедахе, только один камешек. И достаточно простой случай. Но бывают такие ситуации. Это пациент с громадным количеством камней. Вы можете просто дом из этого построить. И из-за этого здесь нужно удалить и камни. Но туда даже баллон невозможно провести, поскольку здесь очень сложные пациенты. Какие же показания для удаления камней? Нужно ли у каждого пациента лечить? Мы сейчас знаем, что уменьшим 50% пациентов, у которых были обнаружены камни в холедахе. Они являются симптоматическими. И мы знаем, что более чем 20% маленьких камней, они спонтанно выйдут. Соответственно, возникает вопрос, нужно ли лечить каждого пациента. Поскольку РХПГ это процедура, которая несет риск осложнений. Соответственно, немецкие рекомендации говорят, что симптоматические камни требуются лечения, эндоскопические или хирургические. И в большинстве случаев эндоскопия дает адекватный результат. Бессимптомные камни. Мы можем лечить таких пациентов. Я говорю о камнях в холедахе. Нет необходимости делать это всегда. Нужно поговорить с пациентом. Если мы им делали с пациентом 40 лет, и имеется бессимптомный камень, то, соответственно, ответ на этот вопрос отличается от ответа для пациентки 80 лет. Соответственно, нужно принимать его внимание. Как только вы решаете удалить камень, вы должны выбрать свое оружие для РХПГ. Самый простой способ, как вы видели вчера, это баллонная экстракция. И в частности, это очень хорошо работает на мягких камнях и при наличии сладжи. Далее можем использовать корзинчатые инструменты, которые позволяют им удалять маленькие или даже большие камни. Иногда большие камни невозможно удалить. Действительно, их нужно в холедахе, скажем так, раздробить. Мы можем использовать механический литотриптор, который позволяет нам захватить камень в специальную металлическую трубку и разломать его, скажем так, раздробить его на фрагменты. В некоторых ситуациях, и это методика, которая мне очень нравится, иногда проще делатировать сосочек диаметром до более 10 сантиметров, чем раздробить камень. Вот у вас здесь есть камень, и здесь сужен сосочек. И что мы сделали? Мы делатировали по пилу сосочек до диаметра соответствующего камня, удалили камень, и таким образом можно удалить достаточно большие камни с помощью эндоскопа, не дробя его на фрагменты. Это, на самом деле, замечательная техника. Опять же, вот это видео не запускается, но я думаю, что можете себе представить, что вот этот вот сосочек, у пациента имеется желтуха и халатгит. И если мы видим, в сосочке есть небольшой камешек, который, скажем так, вбит в отверстие, и мы не можем пройти этот камень проводником, или как-то еще что мы здесь сделали. И, извините, не могу вам показать это видео. Мы рассекли вот эту поверхность, мы рассекли нижнюю часть халедаха в сосочке, и после того, как мы сделали разрез, камень выпал из протока, и, собственно, проблема была, проблема разрешилась. Далее, очень важный вопрос, только нужно ответить. У нас есть пациент с камнями, с халитязом, и эти пациенты отправляются на удаление камней. Нужно ли делать РХПГ одновременно, до или позднее, поскольку если камни в желчном пузыре, возможно, значит, имеются камни в халедахе. И, что говорят немецкие рекомендации, встречаемость одновременного присутствия камней в желчном пузыре и халедахе составляет от 5 до 15%. У пациента колика, и мы не знаем, что его вызывают, камни в желчном пузыре или в халедахе. И с высокой вероятностью можем сказать, что дилатированные протоки на ультразвуке, если имеется гиполиберонубия и подъем гамма-GT, это признаки одновременного присутствия камней в пузыре и в халедахе. Но лучше всего, конечно, увидеть камни на ультразвуке, и тогда нужно сделать РХПГ до или после, но в какой-то момент времени оно потребуется. Далее, с другой стороны, но, в принципе, вероятность одновременно присутствия камней низка, если нет расширения протоков и нет подъема маркеров халестаза. Тогда мы можем просто отправить пациента халестаза без РХПГ. И, кроме того, есть некие промежуточные ситуации с умеренной вероятностью, когда имеется небольшое расширение протоков или маркеры халестаза находятся на верхней границе нормы. Тогда имеет смысл сначала сделать МРТ или отправить пациента на ЭУС, поскольку ЭУС – это очень чувствительная методика для выявления камней в халедахе. И как только… Если вы являете у пациента камни в халедахе, тогда их нужно удалить, если это симптоматический пациент. Как насчет сложных камней? Более 80% камней в халедахе можно удалить эндоскопически. Это достаточно просто. Требуется, может, минут 30. Но, тем не менее, есть камни, которые создают проблемы. Что же с ними делать? Если имеются камни в протоках, сложные камни в протоках, то нужно понять, где они располагаются. В халедах, внутри печёночной протоки или пузырный проток. Камни в халедах, которые мобильные, которые можно удалить эндоскопом, их можно удалить через сосочек. Если их диаметром меньше 15 мм, я делаю баллонную дилатацию сосочка, как ты вам только что рассказал, и удаляю камень. Если большие камни, они не смогут пройти даже через диаметром сосочек, я использую это трипси, если это возможно. Более сложные, это такие вколоченные камни. Другими словами, неподвижные камни. Это камни, которые застряли в протоке, и их нужно вначале фрагментировать. И для этого я буду использовать халангископию и лазер, или ЭЧЛ. ЭЧЛ – это электрогидротическая литотрепсия. Это такая терапия, когда мы камни дробим на фрагменты. И в итоге, в такой ситуации, и вот здесь, это фрагмент электрогидротической терапии. Это халангископия, вот большой камень, который мы не могли извлечь. Это вот, собственно, и вот мы стреляем, скажем, тогда в камень. Видите, как камень разрушается буквально в наших глазах. И вот эти небольшие фрагменты, которые остаются после литотрепсии, их можно удалить. Это уже, видите, все фрагменты камней в двенадцатиперстной кишке, их существенно проще удалить, по сравнению с большим камнем. И вы можете делать с камнями любого размера. Может потребоваться какое-то время, но в итоге вы все равно камень разобьете. Далее, следующая тема, очень коротко, как насчет диагностики билярных бальформаций у очень маленьких детей. Это тема, которая несколько лет назад была очень сложна для нас. Частота, встречаемся на время 1 на 40 тысяч новорожденных младше 3 месяцев. И мы видим, что у этих детей возникает постоянная желтуха, нарушение цвета стула. И педиатры, у ЧСТ, идет пролиферация мелких протоков, что это значит, что имеется проблема в крупных протоках. И предполагаемый диагноз здесь – это внепеченочная билярная атрезия. Это означает, что во время образования плода имеется незаконченное формирование желчеводящих путей в печени. Есть различные типы этой патологии. И вот эта вот часть протоков, которая отсутствует, то есть желчь производится в печени, и мелкие протоки присутствуют, но нет связи с двенадцатиперстной кишкой. И печень, скажем так, погружается в желчь. В итоге у этих детей развивается цирроз печени в течение первого года жизни, и такие дети в итоге погибают. Что же нужно сделать? Вначале нужно провести операцию с тем, чтобы убедиться, что у них действительно билярная атрезия. Используется диагностическая лопатомия. Сегодня мы используем контрастное наполнение желчевых путей. Это сосочек двухмесячного мальчика. Очень маленький сосочек, но с помощью специального оборудования можем пройти через нее и ввести в нее контрасты. То, что мы видим здесь, очень маленькие, очень короткие внепеченочные протоки. Мы не видим связи с внепеченочной протоковой системой. И мы это прокрашиваем контрастом. Если мы видим вот такие протоки, эндоскоп, его диаметр 6 мм, то есть менее чем полмиллиметра. Вы знаете, что это значит какая-то из проблем у ребенка. Вот нормальная холонгиограмма у новорожденного. И вы видите, здесь проток существенно шире. Если вы видите такую ситуацию, вы понимаете, что это случай билярная атрезия. Это значит, что этому пациенту требуется операция. Если посмотрим на наших пациентов в Эссене за последние три года, у нас было 26 пациентов на РХПГ. У нас было 12 месяцев с весом порядка 4,5 килограмм. У 19 пациентов было подозрение на билярную атрезию. И когда мы провели РХПГ, у 7 пациентов были выявлены типичные признаки атрезии. У 4 мы не увидели вообще жилосводящие пути, что также может быть признаком билярной атрезии. Соответственно, у 11 пациентов была проведена лапротомия. И у 8 пациентов была подтверждена билярная атрезия. И была проведена процедура по КАСАИ или гепатопортоэнтеростомия. И у оставшихся 8 детей была получена нормальная холонгиограмма. У 1 пациента был склерозирующий холонгит. Соответственно, лапротомия у них не потребовалась. И у этих детей до РХПГ этим 8 детям провели бы лапротомию в возрасте 2 недель. И вы представляете себе, что для маленького ребенка это не такая хорошая идея. Соответственно, это просвещает нам избавить их от необходимости этой операции. Следующая тема, о которой я говорил, это сечение желчи после холецистоктомии. Это типичное хирургическое осложнение. И многие хирурги говорят, хорошо, это мое осложнение. Я его хирургически исправлю. Но я хочу убедить вас, что мы можем это сделать эндоскопически. После холопарскепической холецистоктомии мы видим, что может быть недостаточность пузырного протока до 2% случаев. От 0,5% до 2% случаев мы видим различные публикации. Достаточно старые, правда. Они говорят, что мы используем холопогемоделопопилотомию, сфернкотомию. Мы ставим стенд в большинстве случаев. И мы добиваемся хороших результатов без проблем, без необходимости повторной операции, в зависимости от 70 до 100%. Но во многих случаях в билярных системе имеются камни, их нужно удалить. Соответственно, жидкость проникает из холинка в 12-персую кишу, но не в пузырный проток. Если мы ставим стенд, мы видим, что вот эта недостаточность, буквально несколько дней, она может, скажем так, разрешиться. У пациентов недостаточно бузырного протока с небольшими стечениями желчи. Мы делаем РХПГ. Потом, если небольшой стечение, мы удаляем камень. Мы делаем СТ, удаляем камень. И зачем наблюдаем за этим пациентом? Только при больших стечениях мы ставим стенд. Проблема в том, что этот пациент должен возвращаться к нам через несколько недель для удаления стента. Мы удаляем камни, и через 6 недель мы удаляем стенд. И в большинстве случаев после этого не требуется повторная операция, поскольку стечение желчи устраняется. Также это происходит после резекции печени по поводу химиокотомии, сегментоктомии при опухолях. Возможность течения жидкости вот здесь, в этой зоне, в зоне холинка, после химиогипотоктомии, после удаления правой доли печени. Есть, может, течения и здесь, в главном троке печени, или даже в периферических протоках может течения жидкости. И очень сюда зависит стенд, как можно себе представить. Однако у наших пациентов, и это публикации наших авторов, у нас было 60 пациентов с течением желчи после резекции печени. Мы проявили эндоскопическое лечение у всех пациентов. И в 77% случаев мы добились успешного результата. В устранении с течением желчи у пациентов не потребовалось повторной операции. Только у 14 и 60 пациентов эндоскопическое эндотрепило неудачно. Один пациент погиб от сепсиса. У 13 пациентов была проведена повторная операция. И из них практически 25% погибли. Повторная операция после гипотоктомии является очень сложным вмешательством. И у 10% пациентов операция была проведена успешно. Но всегда есть возможность провести эндоскопию до того, как мы берем пациента на операционный стол. Что может быть достаточно сложным для пациентов. Вот здесь была удалена левая доля, масса клипсов здесь. И мы видим большое сечение желчи здесь, в положении, где находятся левые печеночные протоки. Что мы сделали? Здесь некоторые структуры. Мы поставили несколько стентов, поставили их на 6 недель, и через 6 недель мы удалили стенты, структуры также исчезли. И, соответственно, не требовалась фармакотерапия у этих пациентов в дальнейшем. Несколько слайдов далее касается лечения заболеваний железы с исполнительной РПГ. Конечно, здесь его роль меньше. И показатель успеха несколько ниже. Во-первых, камни. Мы видим дилатированный рисунков проток здесь. Если мы видим дефект наполнения, реконтансируем. Если есть единственный камень без структуры в версунговом протоке, что не всегда, не так часто встречается, можем долить камень, и у пациента проблема разрешается. Но проблема в том, что, как правило, здесь имеется структура дистальная от камня, и вы не можете провести камень через структуру. Соответственно, нужно что-то с этим делать. Как правило, в такой ситуации мы используем только РХПГ, но также этеркопоральную летотрепсию. Это то, что делают нефрологи для камней почек. Для, соответственно, камней в желчеводящих путях, как положено железо, мы должны продолжить эту машину у нефрологов. Не требуется много сеансов, и мы можем полностью избавиться от камней практически у половины пациентов. И, по крайней мере, частично добиться удаления камней у большей части пациентов. И после этой процедуры у трех и четырех пациентов мы получим полное снятие болей. При только частичном удалении болей до 40% пациентов будут говорить об исчезновении болей. Как звучит структура? Вот здесь структура, здесь дефект наполнения, здесь структура в области головки железы. И что мы можем здесь делать? Мы можем поставить стенд, и это помогает, поскольку после того, как вы ставите стенд, соответственно, секрет поджижной железы будет свободно вытекать. Здесь, конечно, уходит боль, но проблема... И пациент благодарен, но стенд мы не можем оставлять навсегда, поскольку стенд однозначно забьется. Но здесь есть структура. Соответственно, мы должны заменять стенд. Но как часто идет? Ханкронический панкреатит часто присутствует у молодых пациентов, и мы не можем стенд менять постоянно до конца жизни. Вот Большой РКИ, опубликованный в English Journal of Medicine, в котором сравнивалось эндоскопическое и хирургическое лечение. Имеется резекция у пациентов со структурами и с болевым синдромом. И было показано, что исходно энергетический эффект был похож в группе эндоскопии и хирургии, но через два года только треть пациентов после эндоскопии говорили о стабильном исчезновении болей. Тогда как 75% после операции дали эффект в долгосрочной перспективе. И это, соответственно, аргумент не против эндоскопической, поскольку на короткий период она помогает. Но если она не помогает в долгосрочной перспективе, то, соответственно, нужно подумать о резекцирующей операции. И далее, естественно, имеется истечение панкреатического секрета после острого панкреатита у некоторых пациентов. Вот это нормальная часть, вот острого панкреатита и головка железы. И вот здесь мы видим стечение секрета. И это пациент с большой кистой. И здесь мы видим двойной такой, двойной свиной хвостик, да, этот симптом. И мы видим, что если здесь имеется истечение секрет железы, то, соответственно, не имеет смысла удалять его, поскольку через сочинку киста опять наполнится. Что же мы сделали? Мы поставили стенд, перешли в зону истечения, мы его оставили на несколько недель. И то, что мы видим, мы видим, что истечения жидкости нет. Немножко... Какие-то остатки есть, но нет свободного истечения. И, соответственно, пациент излечился. И я думаю, что без стента у этого пациента развелась бы лицевирующая киста. Общий показатель успеха такой... для лечения истечения секрета поджелудочной железы составляет где-то 60-80%. И это говорит в пользу использования таскетической терапии до отправки таких пациентов к хирургу. Это мой последний слайд. Я надеюсь, я смог... Я надеюсь, что он смог вам показать, что РХПГ является стандартом для привлечения различных медицинских проблем. Скорее, проблем с желчеводящими путями, чем с положительной железой на темене. И поджелудочным взглядом можно использовать диагностические РХПГ. Это очень важно. И вы сегодня и вчера слышали об этом, что диагностические РХПГ очень широко заменяются на МРТ. МРТ – это не инвазивная техника. Нет пост-РХПГ панкреатитов после МРТ. Пожалуйста, используйте МРТ тогда настолько, насколько это возможно. При бильярдных структурах, особенно если мы знаем их причины, доброкачественные или злокачественные, ключом является получение биоптата, биопсийного материала для постановки диагноза. И РХПГ является очень важным методом в диагностическом алгоритме. Бильярдные стенты работают и при структурах, предотвращая холонгит, и предотвращают стечение желчи. Камни желчеводящих комплект можно удалять с помощью РХПГ. В большинстве случаев есть сложные камни, и, конечно, но если вы можете пройти холонгиоскопию, то, соответственно, вы можете пытаться даже за сложными камнями справиться. Другими словами, количество камней с камнями в холедахе, отправляемых в хирургию. Таким образом, оно снизилось за последние годы, достаточно серьезно. Далее, заболевания поджелудочной железы зачастую могут лечиться эндоскопически. Исходно все работает очень неплохо, но долгосрочные результаты могут смазаться с течением времени, особенно у пациентов со структурами и болями. И, соответственно, у них может потребоваться операция. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать в своей лекции, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое, доктор Дешан. Я все-таки взял на себя смелость немножечко изменить тему доклада, добавив вот это вот слово эндоскопия в диагностике заболевания большого дунального сосочка. Я думаю, по ходу презентации будет понятно, почему я это сделал. Еще раз хочу обратить внимание, что та область, о которой мы сейчас говорим, она по площади и объему занимает очень небольшое пространство, но в то же время это такая магистраль, где сходятся три дороги. Это желудочно-кишечный тракт, это билиарный тракт, это панкреатический тракт. Здесь, безусловно, есть межуточные ткани. Это такая концентрация различных по гистологическому, по морфологическому строению тканей, что, соответственно, наводит на мысли о таких сравнениях, о которых говорил и Казьма Прутков, и о которых неоднократно напоминают наши русские народные пословицы. Достаточно большое количество методов, которые позволяют попытаться визуализировать эту область и попытаться хоть как-то понять, что здесь происходит. Но все-таки остается большое количество вопросов, на которые мы не всегда можем дать ответы. В нашей клинике мы провели небольшое исследование, в которое было включено небольшое количество людей. Суть исследования была в следующем. Мы брали всех пациентов, у которых после МРТ и МРХПГ был выставлен диагноз структуры терминального отдела о холедах. Значит, таких пациентов достаточно много, и мы достаточно часто с ними сталкиваемся в нашей рутинной практике. Всем пациентам выполнялась эндоскопическая ультрасонография. Мы там находили либо признаки образования, либо действительно какую-то значимую структуру. И те пациенты, которым это было показано, мы выполняли либо МРХПГ, либо операцию уже по показаниям. Цель, основная нашего исследования, была все-таки выявить, что же происходит с додональным сосочком и что кроется за вот этим зачастую вроде бы безобидным диагнозом структуры терминального отдела холедаха. Мы сразу же исключали из исследования пациентов, у которых были явные признаки большого образования додонального сосочка. Всего мы посмотрели 54 человека, 22 мужчины, 32 женщины. И вот какие интересные результаты мы получили. Большинство пациентов действительно каких-то значимых изменений мы не выявили и расценивали эту структуру как рубцовые, либо воспалительные процессы в области большого додонального сосочка. Однако посмотрите на следующий факт. 11% это была аденома. Большого додонального сосочка в двух случаях мы выявили аденокарциному. У пациентов, в которых изначально стоял диагноз просто структуры терминального отдела холедаха, в одном случае это был карциноид, это была нейроэндокринная опухоль большого додонального сосочка. И в одном случае у пациента, которого собирались направлять на панкреатодональную резекцию, был выявлен, я потом покажу картиночки, конкремент внутри ампулярной части большого додонального сосочка. Вроде бы, еще раз я возвращаюсь к тому термину, что вроде бы все понятно. Вот большой додональный сосочек, мы все знаем, где он расходит, где он находится. У нас есть в руках эндоскопические методы. Соответственно, взял эндоскоп в руки, пришел, увидел и победил. Однако все не так просто. Если мы говорим о обычных эндоскопических методах, самое распространенное это гастродоноскопия. Чаще всего пациенты приходят именно на это исследование для того, чтобы разобраться с большим додональным сосочком. Очень часто мы в направлениях читаем фразу «выполнить эзофагогастродоноскопию с прицельным осмотром большого додонального сосочка». Однако я должен сказать, что в ряде случаев мы сталкиваемся с большими проблемами во время такого исследования. Это связано с особенностями торцевой оптики, с особенностями расположения этого места. И анатомическими, даже в случае нормальной анатомии, мы не всегда можем вывести большой додональный сосочек, а к тому же прицельно его рассмотреть. Другой вопрос, что у нас есть в руках додоноскоп, и в этом случае мы уже можем достаточно прицельно и четко увидеть большой додональный сосочек, как вы видели во время РХПГ, который мы транслировали вчера и будут сегодня эти включения. Но это оборудование есть не во всех учреждениях, и для того, чтобы выполнять такие вмешательства, нужны специальные навыки эндоскопистов непосредственно. И теперь давайте пройдемся все-таки по тем этапам, с которыми мы сталкиваемся, по той патологии, которую мы можем помочь клиницистам выявить нашими эндоскопическими методами. То, что касается рубцовых и воспалительных изменений, чаще всего эндоскопические методы здесь нам не помогут. Чаще всего в этом случае визуально сосочек не изменен. Однако есть некоторые признаки, по которым мы можем ориентироваться. Вот на этом видео, оно так немножечко затянуто, но я объясню, почему. Очень хорошо показано, что мы можем увидеть. Видите, эндоскопическая картинка, это как раз аппарат с торцевой оптикой, и мы не можем четко вывести устья, посмотреть, осмотреть целиком весь додональный сосочек, но мы видим, что он увеличен, увеличен значительно. Из устья пролоббируют некие такие гиперемированные ткани. Естественно, первая мысль, которая приходит в голову, что это может быть образование большого додонального сосочка, либо что-то, что увеличивает размер. Мы выполняем эндоскопическую ультрасонографию, и видите, что в какой-то момент видим вот такую гипоэхогенную структуру, которая опять может быть расценена как образование большого додонального сосочка. Наблюдаем дальше, это вот к тому, что это очень операторозависимый метод эндосонографии, и в какой-то момент вот это гипоэхогенное образование начинает раскрываться, и мы видим, что это утолщенные стенки сосочка. Естественно, мысль идет о рубцовой стриктуре большого додонального сосочка. Но мы продолжаем дальше выполнять исследования, наблюдать за этим феноменом. И в какой-то момент, вот видите, продольное сечение, поперечное сечение большого додонального сосочка. Обратите внимание, как мы начинаем ловить перистальтику сосочка, и сейчас вы увидите, как вместе с движениями мышечного аппарата, видите, ампулярная часть сосочка. И сейчас, буквально секунду, большой додональный сосочек начинает открываться и закрываться. Вот видите этот момент, да? Открылся, сократился. При том, что это четко видно, что это движение не 12-перстной кишки, а это именно интеропулярная, то есть вот эта часть большого додонального сосочка. Таким образом, функционально уже такие изменения вряд ли будут связаны с какими-то рубцовыми изменениями. Такая ситуация, не всегда мы можем таким образом вывести сосочек, да? Бывают разные анатомические строения, бывают разные по размеру структуры. Но в данном случае, понятно, что диагноз трубцовой структуры, он может быть исключен. На сегодняшний день существует классификация дисфунктора сфинктера Одди, которая включает в себя бильярдный и панкреатический тип. Классификация достаточно четкая, достаточно ясная. В нее входят три параметра. Это боли, это изменение печеночных тестов, это расширение общего печеночного протока. Включен еще такой параметр, как замедление поражения контраста более чем на 45 минут. Вот если все эти факторы у нас есть, у нашего пациента есть, то это дисфункция сфинктера Одди первого типа. Существует еще второго, третьего типа и то же самое по панкреатическому типу. На что мне хочется обратить ваше внимание? На то, что на сегодняшний день вот эта классификация, она вполне применима к практической деятельности. То бишь, если мы имеем все факторы и выставляем диагноз дисфункции сфинктера Одди первого типа, то в данном случае во время монометрии практически у всех пациентов имеется патологическое состояние сосочков. И более того, практически всем этим пациентам, 90-95%, мы успешно выполняем папилосфинктеротомию. Это снимает клиническую симптоматику пациентов. Если мы говорим о дисфункции второго типа, здесь уже нужно более тщательно подходить к пациентам. В дисфункции третьего типа вы видите, что не более чем у половины пациентов мы можем помочь. Если функция сфинктера нормальная, то всего 10% мы можем помочь. Если мы наложим на эту картинку те осложнения, которые мы можем получить во время РХПГ, это и пост-РХПГ панкреатиты и другие осложнения, то становится понятно, что когда мы имеем все симптомы, нам не нужны такие дополнительные методы, как, например, монометрия сфинктера Одди. Мы просто идем на папилосфинктеротомию, и это поможет этому пациенту. Если же мы имеем только симптом типичной бильярной боли, то в большинстве случаев мы таким пациентам не можем помочь и даже навредить. Очень часто такие дискуссии завязываются у нас с гастроэнтерологом, и я еще раз хочу обратить внимание на то, что вот эта классификация, она очень полезна в практическом плане. Та ситуация, которую мы обсуждали, камень внутри ампулярной части большого донального сосочка, исключительно только благодаря эндосонографии мы смогли поставить этот диагноз. Ну и, безусловно, самая большая часть и самая напряженная – это образование большого донального сосочка. Существует классификация международная, Всемирная организация здравоохранения, где перечислено достаточно большое количество образования, которое мы можем найти в этой области. Чаще всего мы сталкиваемся либо с аденомами, либо уже с аденокарциномой. Нужно сказать, что клинические проявления при патологии большого донального сосочка, они, в общем-то, такие, как при любых других нарушениях проходимости желчеводящих путей. Еще на что хочется обратить внимание. Примерно 90% пациентов единственным симптомом при поражении большого донального сосочка, образованием большого донального сосочка является желтуха. Но, однако, у 70% этих пациентов мы имеем дело с образованием уже Т2 и выше стадии. То есть тогда, когда мы должны уже достаточно агрессивно себя вести и выполнять достаточно большие оперативные вмешательства. Лабораторные исследования абсолютно такие же. Немножечко хочется остановиться на онкомаркерах. И здесь что важно? Вот если мы вспомним вчерашнюю пациентку, которую мы делали РХПГ, основной лабораторный тест, который заставлял нас активно искать причину заболевания этой пациентки и заподозрить образование, это высокий уровень СА19-9. Однако этот онкомаркер достаточно резко и сильно повышается у больных с холестазом. То есть если у нас есть холестаз, то этот онкомаркер может просто не работать. Возможности методов визуализации в основном заключаются в выявлении билярной и панкреатической гипертензии и выявлении только уже больших образований, большого донального сосочка. То есть о Т2 стадии здесь вряд ли будет идти речь. Связано это, во-первых, и с низкой разрешающей, низкой относительно эндоскопической ультрасонографии, разрешающей способностью и с тем, что расположение, анатомическое расположение сосочка достаточно ограничивает эти методы в своих возможностях. Достаточно большое количество вариантов строения большого донального сосочка есть. И по расположению образований также большое количество вариантов существует. Все они классифицированы нашими японскими коллегами в такие типы. И если при вот таком поражении БДС и при таком поражении БДС у нас особых проблем с диагностикой чаще всего не возникает, то если мы будем говорить о такой патологии, даже такой патологии, то здесь нужно проводить очень тщательно дифференциальный диагностический поиск, дифференциальную диагностику этих состояний. Если говорить о возможностях и задачах эндоскопической ультрасонографии, то это прежде всего безусловно визуализация и определение размеров образования. Мы говорили, что мы стремимся найти эти образования на ранних стадиях, выявить небольшие образования. Это безусловно распространение образования, признаки инвазии в окружающей структуре и наличие лимфатических узлов. Если мы обратимся к нашим европейским коллегам, то этот вопрос достаточно подробно освещен. И те методы исследования, которые мы пользуемся, можно сказать, разложены по полочкам. КТ, МРТ и позитронная эмиссионная томография, они высокочувствительны для определения отдаленных метастазов. В оценке вовлечения лимфатических узлов выявлено преимущество МРТ по сравнению как с КТ, так и с НДУЗИ. А вот определение Т-стадии – это, безусловно, эндоскопическая ультрасонография, которая, я повторюсь, при небольших размерах образования очень нам помогает. При определении стадии у нас есть достаточно четкие ориентиры, в частности, это мышечная оболочка 12-перстной кишки, которую мы очень четко и хорошо видим. Ориентируясь на эту структуру, определяем стадию образования. Почему это важно? На сегодняшний день доказано, что образования Т1-стадии могут быть удалены эндоскопически методом попилотомии. Безусловно, этот метод больше подходит для удаления аденоматозных образований, не имеющих малигнизации. Однако, если мы четко уверены, что образование находится в пределах слизистой оболочки, то это образование может быть удалено эндоскопически. Как альтернатива – панкреатододональная резекция, что, соответственно, совсем другой объем, совсем другие последствия для пациентов. Несколько клинических примеров. Аденома большого донального сосочка. Несмотря на то, что образование, в общем-то, достаточно большое, мы четко видим, что мышечная оболочка сохранена, образование находится в пределах слизистой оболочки. Этому пациенту была выполнена успешно ампулоктомия. Вот другой пример. Несмотря на то, что эндоскопические образования выглядят не очень большим, и вот вы видите сложность в адекватном выведении вот этих структур, на ультрасонографии мы четко видим, что образование выходит за пределы мышечной оболочки, инвазирует в паренхемы поджелудочной железы, и блокирует как желчный, так и панкреатический проток. Образование на границе Т2 и Т3 стадии. Видно, что в одном из участков уже есть инвазия за пределы стенки 12-перстной кишки, плюс тут есть стелящийся рост образования по желчным протокам. А вот это образование, несмотря на то, что оно достаточно большое, это аденокарцинома, оно ограничено подслеживатым слоем, то есть это Т2 аденокарцинома. То есть ориентируясь на такие достаточно несложные признаки, мы выявляем Т-стадию образования. Безусловно, ЭОС-диагностика, сегодня об этом уже говорили, это оператор-зависимая методика, это методика, которая требует специальных мануальных навыков, знаний и специальных достаточно большого опыта. Поэтому во время эндоскопической ультросонографии мы, безусловно, сталкиваемся со сложностями, которые мешают диагностике. Что это за сложности? Ну, во-первых, наличие парапапулярных дивертикулов. Нужно сказать, что такие дивертикулы могут быть пропущены во время обычной гастроскопии, прежде всего потому, что у нас торцевая оптика, и во время, например, спазма устья этого дивертикула мы его просто можем не увидеть. В спавшемся состоянии эти дивертикулы могут симулировать как образование, так и конкремент, кисту, из-за того, что там всегда есть какое-то содержимое. Ну и, безусловно, это с трудностью при осмотре, потому что чаще всего эти дивертикулы содержат воздух, либо какое-то, опять-таки, содержимое. Перистальтика. Ряд больных у нас исследование идет в режиме реального времени, поэтому периодически мы сталкиваемся с достаточно мощными перистальтическими движениями двенадцатиперстной кишки с активными, и в ряде случаев это действительно затрудняет диагностику, потому что картинка постоянно движется, смещается, и мы не можем четко визуализировать наш объект. Однако вот эти перистальтические движения, они позволяют дифференцировать функциональные изменения и выявить участки ригидности и кинезии при патологии большого донального сосочка. И тот пример, который мы разбирали в самом начале, большие сложности у нас возникают при определении стелящегося образования, особенно доброкачественного характера внутри потоков, и действительно очень сложно визуализировать. Очень важный момент, на который я хочу обратить внимание клиницистов, о том, что любые проведенные вмешательства до постановки окончательного диагноза, до того, как мы уже имеем достаточно развернутую, до того момента, как проведено было адекватное исследование, они будут мешать постановке правильного диагноза. В частности, установка станта в холедах и проведение папилосинтеротомии будут мешать нам поставить правильный диагноз. Поэтому вся диагностика должна быть закончена до начала каких-то лечебных действий, если это не экстренная ситуация. Отдельно хочется коснуться выполнения биопсии. Безусловно, биопсия должна быть множественная. Есть такие данные о том, что рекомендуют выполнять не менее шести биопсий. Связано это с тем, что фокус аденокарциномы содержится примерно в половине случаев больших аденом большого аденального сосочка. То есть мы можем получить биопсию аденомы, а фактически в этом опухоли уже будет развиваться аденокарцинома. Есть особенности выполнения биопсии, и клиницисты тоже об этом должны знать. Прежде всего, эффективность биопсии через аппарат с торцевой оптикой очень низкая, особенно когда речь идет о небольших образованиях большого аденального сосочка. Практически нулевая эффективность биопсии без папилосинтеротомии при интеропулярном расположении образования. Но, безусловно, биопсию нужно выполнять из разных областей и дополнять дополнительными методами, современными методами морфологического анализа. Еще один очень важный момент о том, что негативная биопсия не исключает присутствие рака. Еще раз я на этом хочу остановиться. Это нужно всегда помнить. Такие пациенты не должны теряться, должны требовать достаточно длительного наблюдения. Бывают сложности с дифференциальной диагностикой и образование поджелудочной железы при расположении образования в области двенадцатиперстной кишки, особенно при инвазии в двенадцатиперстную кишку. Вот недавно случай, с которым мы столкнулись. Пациент с достаточно большой аденомой, большого аденального сосочка имел достаточно большое количество конкрементов в холедохе. То есть сочетание различных диагнозов также может иметь место. Тест, к сожалению, не очень хорошо видно стрелочки, которые здесь нарисованы. Но та тактика, которой мы пользуемся в нашей клинике при патологии большого аденального сосочка, включает в себя достаточно тщательный диагностический этап перед тем, как мы принимаем решение о каком-либо этапе уже лечебном. Небольшое отступление в сторону. Мы можем в ряде случаев видеть не только большую аденомальную, но и малоденальную сосочек. И сейчас начинаем концентрироваться уже и на патологии этой еще более мелкой области. Хотелось показать пример выполнения. Вот, видео пошло. Буквально еще 5 минут, может быть даже 3, большое образование большого аденального сосочка, которое мы выявили у пациента 43-х лет. Занимает оно практически всю нисходящую часть 12-перстной кишки, уходит немножечко в нижнюю горизонтальную часть. Во время эндосонографии достаточно четко видно, что все структуры стенки 12-перстной кишки сохранены. То есть мы видим вот это слоистое строение стенки, и мышечная оболочка у нас присутствует во всех отделах. Мы видим протоковые структуры. Видим, что протоковые структуры, как поджелудочные железы, так и желчеводящая система, они не вовлечены вот в этот процесс. Соответственно, несмотря на размер образования, у нас есть все основания попытаться выполнить эндоскопическую ампулуктомию у этого пациента. Вот видно, да, что образование занимает практически треть просвета. Вот еще раз вы видите, оно достаточно большое, вытянутая по длине 12-перстной кишки. И мы пошли на такую манипуляцию. Нужно сказать, что способы резекции, они бывают разные. Чаще всего мы стремимся удалить образование одним блоком. Однако в данном случае из-за размеров образования, его расположения, наличия углов, складок 12-перстной кишки выполнить не удалось. Поэтому мы удаляли образование с помощью резекции несколькими кусками. А есть возможность немножечко дальше промотать это видео или нет? Видите, как кусочек за кусочками уходит образование. Удаляются мелкие фрагменты. Нужно сказать, что хорошая качественная оптика здесь очень помогает, потому что мелкие фрагменты могут оставаться и в дне вот этой пострезекционной раны, и по краям раны. И только благодаря хорошей оптике, хорошей визуализации. Вот вы видите, что сейчас образование практически полностью удалено. Остаются еще некоторые фрагменты, которые мы определяем здесь. Проблема ампулоктомии заключается в том, что после удаления этого образования могут быть достаточно интенсивные выраженные рубцовые процессы в области ампулы большого дунального сосочка и панкреатического протока. Поэтому образование должно заканчиваться в обязательном порядке, стентированием, как желчного протока, что вы видите сейчас, стенд заводится, это стенд заводится панкреатический проток. Сначала мы выполнили панкреатическое стентирование. И третьим этапом уже после некоторого предрассечения, потому что здесь все-таки была структура, мы не смогли пройти стандартным катетером через устье. Вот вы видите, что стенд устанавливается в область уже в холедах. Далее манипуляция заканчивается процедурами, которые позволяют снизить риск. Вот стенд пошел, это пошел бильярдный стенд. Позволяют снизить риск послеоперационных осложнений, одним из которых наиболее частых бывает кровотечение. Соответственно, процедура заканчивается уже аргоноплазменной коагуляцией и клипированием наиболее выраженных источников кровотечения. Почему я так подробно показываю этот фрагмент? Потому что мне еще раз хочется отметить, что эндоскопия не стоит на месте. Мы получаем новые инструменты, новые возможности с этими инструментами. Мы работаем сейчас с анестезиологами, у которых также есть свои новшества. И все это позволяет выполнять те манипуляции, которые раньше еще потребовали бы достаточно агрессивного хирургического ведения. Спасибо большое за внимание. Меньше давать какой-то информации трудно воспринимаемой, больше буду обращать ваше внимание на видеоряд. Ну и безусловно, не буду я останавливаться на актуальности. Та тематика лекций, которую вы прослушали вчера и сегодня, а также состояние тех больных, операций которых вы видели во время видеотрансляций, позволяет мне сказать, что лучевая диагностика и модальности, которые используются в ее формате, конечно, дает серьезный объем информации, который позволяет правильно определять стратегию лечения пациентов. И прежде всего, конечно, методы лучевой диагностики должны, после того, как мы позволим предположить характер патологических изменений, оценить состояние гептобилярной системы и дать предельно объективную, качественную, количественную характеристику печени билярного тракта, это должно нам позволить, в общем-то, провести дифференциальную диагностику выявленных изменений, уточнить наличие или отсутствие опухоли, если мы ведем речь об опухоли, то уточнить операбельность и резиктабельность. Опять же, безусловно, мы должны определить рациональный алгоритм наблюдения. И все это, в целом мы с вами об этом вчера говорили, должно нам позволить сократить диагностический период, должно повысить функциональность метода и избежать побочных эффектов. Также я призываю вас помнить о лучевой нагрузке, которой мы подвергаем и себя, и наш персонал, и, безусловно, пациентов. Конечно, вдумайтесь, уважаемые коллеги, сегодня, через буквально две с половиной недели, в Чикаго будет сотый конгресс рентгенологического сообщества Северной Америки. Сто раз коллеги встречаются и обсуждают достижения радиологии. Хотя мы помним, что день рентгенолога 8 ноября, и 115 лет всего прошло вообще с внедрения методов визуализации в серьезный диагностический процесс. Для визуализации гептобулярной системы используются различные принципы. Они всем понятны, я не буду на них останавливаться. Это, безусловно, нас будет интересовать больше всего те модальности, которые сейчас представлены в лекции. Те, которые вы видели из зала, это, конечно, ультразвук и эндоскопические в том числе. Это, конечно, традиционные рентгенологические методики. Безусловно, компьютерная и магниторезонансная томография. Мы видим, с каким разрешением позволяет ультразвуковой метод исследования визуализировать желчный пузырь, оценить стенку его. И, если говорить наперед, то, безусловно, в случае, когда мы ведем речь о патологии желчного пузыря, это наиболее доступный, наиболее информативный и, собственно, тот метод, который позволяет ответить на 90-95% вопросов всевозможных. Конечно, традиционные рентгенологические методики, они были, есть и будут. Как бы мы ни говорили о том, что они обладают отрицательными некоторыми моментами, они продолжают использоваться и будут продолжать использоваться еще длительный период времени. Ну и, конечно, мы не можем не сказать о том, что применительно к белярному тракту очень прогрессируют методики, в том числе компьютерно-томографической диагностики. Мы, и вы это прекрасно видели в процессе лекции, понимаем, какими позитивными моментами обладает РХПГ. Это, безусловно, высокое разрешение получаемых изображений, это возможность диагностировать те или иные дефекты наполнения, выявлять белярную гипертензию, но наибольшее преимущество, и вы это слышали из лекции профессора Ларджи, оно заключается в том, что методика позволяет сочетать диагностические исследования с лечебными манипуляциями. Компьютерная томография. Вы видите, что по качеству изображения, в общем-то, это не суперпоследний томограф, и я специально взял эти изображения, но, тем не менее, они позволяют оценить и желчный пузырь, и печень, и поджелудочную железу, выявить рентген-контрастные конкременты, в том числе даже очень мелкие в желчном пузыре. То есть эта методика также может использоваться и дает весьма высокую информативность. Конечно, нас интересует функционал, то есть функциональные методики исследования, в частности, методики сцентеграфии, которые позволяют в динамическом формате и, собственно, функционально характеризовать те или иные диффузные или очаговые изменения печени билярного тракта. Безусловно, весьма интересны методики фьюжн-технологии, когда используются совмещения изображений, получаемых разными модальностями, как в данном случае, когда мы видим, что использование аффект, то есть это, по сути, изотопная диагностика и КТ-совмещение, позволяет весьма четко не только сказать, что это седьмой сегмент печени, но и по накоплению радиофармпрепарата сказать, что это метастатическое поражение печени. Я думаю, все вы со мной согласитесь, что это очень и очень важно. Тем не менее, если говорить о приемах визуализации билярного тракта и о методиках, которые используются, вы видите, что каждый из них имеет свои плюсы, свои минусы, и, на мой взгляд, совершенно особняком стоит магниторезонансная томография, которая, собственно, имеет целый ряд преимуществ и относительные, в общем-то, зачастую противопоказания к этому методу исследования, что, собственно, позволяет ее сделать сейчас вообще уникальной методикой визуализации билярного тракта. И в настоящее время, вы все со мной согласитесь, что сказать пациенту, что вам нужно пойти выполнить магниторезонансное исследование печени билярного тракта, недостаточно, ибо вы должны четко представлять, что в формате магниторезонансной томографии в настоящее время мы имеем целый набор методических приемов, которые включают в себя получение нативных изображений Т1, Т2 взвешенных, выполнение контрастной и бесконтрастной магниторезонансной холангиографии, выполнение ангиографии, динамическое контрастное усиление, безусловно, диффузия сейчас дает серьезные преимущества этой методики, мы о ней вчера с вами говорили о поджилочной железе, безусловно, прикладное значение, но достаточно эффективно развивающиеся, имеют методики спектроскопии и МР-эластографии. Т1 – это два взвешенные изображения, это то, что, в общем-то, получается рутинно, мы видим, что на одном изображении можно оценить структуру, можно выявить те или иные изменения печени, в частности, ассит, цирроз и развитие анастомозов. Можно диагностировать не просто камень в желчном пузыре, можно дать его оценку с точки зрения химии, какой он, это не камень, стержнем, который является кристалл холестерина, вот он прирастает за счет периферии, и, безусловно, присутствующие здесь хирурги скажут, что зачем выполнять магниторезонансное исследование при остром холецистите, когда и так все понятно, но, тем не менее, видите, какой перепроцесс, в процессе исследования дополняется информация об анатомическом варианте строения, и это, конечно, вносит определенные поправки в план хирургического лечения. Магниторезонансная холангиография – это то, что, собственно, позволяет даже неискушенному специалисту в области визуализации достаточно убедительно диагностировать признаки бильярной гипертензии, а также высказаться о причинах этой бильярной гипертензии. И даже в рамках одной методики магниторезонансной холангиографии можно сказать, что есть различные методические приемы, которые позволяют получить те или иные преимущества данной методики. Это толстый блок, это тонкие срезы, это 3D-реконструкция в последующем тонких срезов, и, безусловно, то, что сейчас серьезным образом усиливает потенциал методики, это динамическое исследование желчных протоков с использованием гептоспецифического препарата «Примавист». Получается, в зависимости от проекции срезы, которые отражают те или иные особенности, в частности, здесь мы лучше видим пузырный проток, о котором Виктор Анатольевич задавал вопрос, но, согласитесь, в течение 4 секунд получить такое изображение, ну не фантастика ли это? Мы визуализируем паропротоковую кисту, уголоки поджелочной железы размером 2 мм. В зависимости от того, как мы хотим получить изображение, мы можем лучше видеть конфлюенс, мы можем лучше видеть место слияния общего желчно-панкреатического протока. Если мы используем методику тонких срезов, то в зависимости от прохождения среза, мы можем визуализировать конфлюенс, мы можем визуализировать общий печеночный проток, и, наконец, обратите внимание, как из учебника анатомии, верительное образное строение пузырного протока и особенности его слияния с общим печеночным протоком. В то же время преподать урок по билярной гипертензии можно по этому одному изображению холонгеографическому, когда мы видим, что причиной билярной гипертензии является стриктура холедоха, мы видим выраженную билярную гипертензию, и, обратите внимание, желчный пузырь спускается практически в малый таз. Какая методика позволит столь убедительно получить изображение у такого пациента? Да никакая, кроме методики магниторезонансной холонгеографии. Здесь более частый пример, когда в дистальной части общежелочного протока у пациентки после холецистектомии мы видим вклинение камня в дистальный отдел общежелочного протока и последующие проблемы. А то, о чем я вам говорил, это методика динамического исследования магниторезонансной холонгеографии, в процессе которой мы можем визуализировать, как препарат выделяется желчью. Конечно, мы не можем не сказать об ангиографии, ибо ангиография при использовании магниторезонансной технологии очень проста, от 7,5 в зависимости от контрастного препарата, в частности, годовиста, до 15-20 кубиков годолини, содержащего препарата, позволяет запредельный объем информации получить в зависимости от искомой фазы. Либо это артериальные особенности строения абдоминальной области, либо это венопортография, либо это какие-то другие цели исследования, особенно при планировании каких-то хирургических манипуляций на этой области. И, безусловно, мы не можем не сказать, что зачастую именно поиск необходимого контраста между той или иной структурой заставляет нас думать об использовании препаратов, которые позволили бы в процессе исследования объективизировать те или иные выявленные изменения. Обратите внимание, какой перечень препаратов используют наши коллеги за рубежом. Нам же до 2008 года был доступен только вот этот ряд, то есть это не специфические внеклеточные хилаты Годолиния при МРТ, то есть это, хочу обратить внимание, это не йод содержащий препарат, это препараты Годолиния. С 2008 года мы можем использовать Примавист. Вот остальную линейку мы использовать не можем. Это, к сожалению, ограничивает наши возможности. И мы очень завидуем коллегам, которые за рубежом могут использовать. И хочу обратить ваше внимание, что использование контрастных препаратов нам нужно именно вот в этой стадии, когда мы хотим на доклинической или субклинической стадии заболевания выявить те или иные изменения. Поскольку, когда мы сталкиваемся с распадом, когда мы сталкиваемся с развернутой клиникой заболевания, то использование контрастных препаратов нам практически мало, чем может помочь в нашей практике. Очень показательное наблюдение. Если мы посмотрим на Т1-звешенное изображение, очаговое образование выглядит не очень симпатично, но искушенные специалисты могут сразу сказать, что все-таки оно имеет черты доброкачественного заболевания. И вот тот характер накопления контрастного препарата, который мы видим, с абсолютной точностью позволяет нам сделать заключение о том, что это доброкачественное образование, которое называется гемангиома. Никакие другие обследования, никакие, упаси Боже, манипуляции по пунктированию получения гистологии не нужны. Классическая картина, классическое накопление вполне понятный диагноз. В отличие от данного образования, которое, в общем, выглядит гораздо более грозно, которое, в общем-то, имеет признаки распада, выходит за пределы капсулы, и, конечно, совершенно понятно, что это злокачественное образование, которое называется гиптоцеллюлярный рак. И очень важно не просто дать количественную характеристику выявленных изменений в печени, но и проанализировать количественные показатели, временные критерии и временные степени накопления данного препарата. Говоря о бильярном тракте, вы со мной согласитесь, даже панорамное сканирование не позволит дать такое изображение желчного пузыря при ультразвуковом исследовании. А вы все со мной согласитесь, особенно люди, которые сидят на приеме и общаются с пациентами, такой желчный пузырь не может не давать клинических проявлений, а дает более тяжелые клинические проявления, чем даже приступ желчной колики. Учебник анатомии, пожалуйста, одно изображение, это изображение, которое получается в течение 4 секунд, и мы только на одном изображении можем прекрасно видеть все отделы бильярного тракта, а также оценить варианты строения, что немаловажно, поскольку если у пациента с таким вариантом строения мы захотим канюлировать большой додональный сосочек и получить изображение и главного панкреатического, и общего желчного протока, мы его не получим одновременно. И это надо понимать, и это очень легко можно уточнить при выполнении магниторезонансного исследования. Анализируя вот это изображение, можно сказать, что складывается впечатление о том, что здесь есть расширение, какой-то дефект наполнения общего желчного протока, но если мы правильно методически выполняем исследование, мы видим, что в данной ситуации имеет место вариант строения бильярного тракта, который проявляется длинным пузырным протоком, который сливается с общим печёночным протоком интрапанкреатически слева. Если выполняется такому пациенту холецистектомия, оставляется длинная культя, то я совершенно согласен с Виктором Анатольевичем, это даёт клинические проявления, это является преддиктором формирования резидуального холедохолитиаза. И об этом нужно помнить. Желчнокаменная болезнь. Да, я приведу интересное наблюдение. Никакой метод визуализации не позволит так визуализировать желчный пузырь, как это позволяет делать МРТ в данной ситуации, когда имеется фарфоровый желчный пузырь. Ультразвук будет отражаться, компьютерная томография тоже будет давать размазанную картинку. Конечно, пределом интереса является не поиск таких, в общем-то, конкрементов, которые можно руками порой нащупать, а вот как раз диагностика относительно небольших включений в билярном тракте или дифференциальная диагностика сладжа, так называемого, которая тоже даёт клинические проявления. И вот на этой презентации очень хочется отметить, что, скажем, если мы посмотрим на это изображение, которое получено посредством 3D-обработки, мы не можем чётко сказать, какая причина столь выраженной билярной гипертензии. А вот, посмотрев на это изображение толстый срез, мы видим классический симптом мениска, что никогда не бывает при опухолях и совершенно чётко позволяет поставить диагноз холедохолитиаза. Равно как и здесь. Это очень благодарный с точки зрения малоинвазивной манипуляции по пилосфинтеротомии, когда мы видим вклинение камня в дистальной части жёлчного протока в большом доденальном сосочке. И здесь очень классический пример того, как реагирует культя пузырного протока. Расширение культя пузырного протока является одним из наиболее ранних признаков, формирующейся билярной гипертензии. Конечно, очень важно и очень интересно выявлять вот такие вот включения в общем жёлчном протоке, которые не расширены. Если вы занимаетесь этой проблемой, вы знаете, что по данным разных авторов, до 70% конкрементов в общем жёлчном протоке встречается в случаях, когда сам проток не расширен. И вот как раз здесь, поставив ультразвуковой датчик, и не имея возможности эффективно визуализировать ретро-доденальную часть общего жёлчного протока, можем сказать, да нет, там проблем, проток не расширен. Ах, вот, вот она проблема-то. И, конечно, если говорить об аднатскопическом ультразвуковом исследовании, то он как раз здесь позволит это и дополнить, и подтвердить. И как раз в этой ситуации эффективное назначение урсодезоксихолевой кислоты в лечебных дозировках позволяет достаточно в короткий интервал времени, от недели до двух добиться хороших клинических результатов у таких пациентов. Состояние после операции. Не всегда операции протекают так, как мы хотим. Зачастую это всё обходится без осложнений. Но, тем не менее, магниторезонансное исследование как раз очень эффективно позволяет, видите, в ложе пузыря незначительные инфильтративные изменения. Мы можем оценить состояние дренажа. Мы можем сказать, что здесь нормальная культиопузырная протока, безусловно, здесь необоснованно длинная культиопузырная протока, что важно для клинических проявлений. Метод магнитно-резонансного исследования является методом выбора в оценке повреждений ятрогенного генеза билярного тракта при недооцененной особенности анатомии. Обратите внимание, у пациента с ятрогенией выполняется РХПГ, визуализируется расширенная часть дистального общего желчного протока, выполняется фистулография, мы видим внутрипечёночные протоки, комбинация. Вы представляете, сколько мастерства нужно специалисту-рентгенологу и сколько терпения пациенту, чтобы всё это перенести. В то же время объём информации, полученный в течение 4 секунд на МРТ или в течение 18 секунд на одной задержке дыхания при МРХПГ, он перекрывает тот объём информации, который мы видели до этого, потому что он позволяет оценить, что общий печёночный проток был повреждён в нескольких местах, чего мы не видели на традиционных рентгенологических исследованиях. Старшая возрастная группа характеризуется тем, что по мере развития каких-нибудь воспалительных изменений формируются стриктуры. И это, конечно, очень важно с клинической точки зрения своевременно поставить этот диагноз, проводить лечебные мероприятия, именно назначать опять же ту же урсодезоксихолевую кислоту. И самое главное, применение этой методики позволяет дать основания для построения последующего диагностического посредством ЭОС и лечебного посредством попилосфинтеротомии либо стентирования протока объёма лечебных мероприятий. До определённого времени при склерозирующем холонгите именно РХПГ считалось золотым стандартом, но обратите внимание, сколь информативны классические симптомы в виде чёткообразного расширения вне печёночных протоков, в виде симптома озерец и локального расширения внутри печёночных и жёлчных протоков и также вторичных холонгиогенных изменений. Та же информация получается при РХПГ. Но каковы трудозатраты, какова лучевая нагрузка и какой риск развития изменений со стороны поджелудочной железы. Первым докладом, который Виктор Анатольевич выслушал утром, то, что у пациентов, которые вчера были на мастер-классе, я боюсь, там человеку неплохо, у него же даже рот открылся. Посмотрите сзади у вас. Послеобеденный ступор, видимо. Так вот, первым докладом, который Виктор Анатольевич выслушал, было то, что у пациентов, которые были на мастер-классе, повышения уровня милазы не было, не было никаких изменений, которые бы могли говорить о том, что у пациента есть какие-то осложнения после манипуляции. И вы понимаете, что это очень важно. Интересно клиническое наблюдение. Вот тот случай, когда недооценили состояние особенностей анатомии, вы видите, визуализируется дополнительный проток санторини, общий, главный панкреатический проток. Мы не видим бильярдного тракта, хотя пациентка желтушна. Мы выполняем магниторезонансное исследование, визуализируем расширение общего желчного протока и признаки вторичной бильярдной гипертензии, сладж-феномен пациентке выполняется попило-сфинтеротомия, желтуха разрешается и в процессе дальнейшего введения, когда выполнено контрольное исследование с использованием традиционной рентгенологической методики, вы видите, правильное канюлирование привело к тому, что удалось визуализировать желчные протоки. Новообразование гептобилярной системы. Ну, конечно, нельзя о них не говорить, поскольку очень высока актуальность этой патологии. И вот изображения, которые представили наши коллеги из Сингапура, в общем-то, отражают, собственно, таким детским стилем нарисованные картинки, отражают то, какой объем информации мы должны давать хирургам, которые будут лечить наших пациентов. То есть нужно не только определить, в общем-то, причину локализацию, но и степень воздействия того или иного образования как на билярный тракт, на панкреатические протоки, так и на паренхему смежных органов. Ну и, конечно, нельзя не сказать о раке желчного пузыря. Это не столь редкое заболевание. Это 6% от общей онкологии желудочно-кишечного тракта. Имеет совершенно четкие клинические проявления. Конечно, его можно легко заподозрить при выполнении литрозукового исследования. Но, тем не менее, все равно встает ряд вопросов о распространении опухоли на окружающие ткани, взаимоотношении с желчными протоками. И здесь, конечно, большой объем информации дает магнитно-резонанс на исследование гептоцеллюлярная карцинома. Да, мы видим первичный узел, мы видим внутриорганное метастазирование, опухоль растет, в ней в центре очень характерный симптом происходит распад образования. И, конечно, здесь нам нужно четко отвечать на вопрос – одна доля поражена, какой объем поражения и так далее. Состояние, которое приводит пациентов в госпитализации, пациенты разные, а изображения очень часто схожи. Только тогда, когда полностью перекрывается отток из долевых желчных протоков, пациенты поступают в клинику и в этой ситуации, конечно, помочь им уже крайне сложно. Но, тем не менее, мы должны четко представлять, что в зависимости от того, какой проток больше прорастает, в общем-то, методики позволяют высказать суждение о наличии образования и классифицировать холангию карциному по бисмут, собственно, и более того, дать оценку по ТНМ. И очень интересное наблюдение хотел бы привести, вот обратите внимание, совершенно четкие симптомы опухоли Клацкина, как на Т1, на Т2 взвешенных изображениях, так и на холангиографии. Применение ПЭД позволяет выявить гиперфиксацию здесь и повышение активности в тордезоксиглюкозе, что подтверждает, в общем-то, наличие опухоли. В то же время, применение ПЭД у пациентов с подозрением или с наличием на новообразование билярного тракта позволяет выявить метастазы в тех органах, которые не попадают в зону интереса при других методиках исследования, в частности, в нижнюю долю правого легкого и в левое крестово-подвздошное сочленение. Вот тот же пример, когда мы видим первичную опухоль холедоха, это папиллярная аденокарцинома, когда вот совершенно очевидно, что здесь есть опухоль, вы видите препарат, который получен, и обратите внимание, насколько высока активность в тордезоксиглюкоза. В то же время, морфологический субстрат, и мы таких пациентов видели, у нас были с Евгением Солоницыным, такие пациенты, которые к нам приходили на обследование, в ряде ситуаций ПЭД молчит. Пациент приходит и говорит, как же так? Мне один доктор сказал, второй доктор сказал, третий порекомендовал ПЭД, а ПЭД говорит, что образования нет. К сожалению, не все опухоли билярного тракта дают ПЭД позитивный результат во время исследования с тордезоксиглюкозой. Хочу, чтобы вы это понимали, что клиника является приматом данной ситуации, и вы понимаете, что если есть признаки, это магниторезонансные, ультразвуковые или какие, ПЭД не всегда их подтверждает и не должно ложиться в основу дальнейшего введения больных. Очень интересное наблюдение. В умелые руки специалиста по ультразвуковой диагностике попадает наша коллега, медсестра, ей ставится подозрение о том, что есть какое-то неблагополучие в области конфлюенса. Действительно, мы подтверждаем опухоль Клацкина. Пациентка оперируется, ей выполняется резекция опухоли, накладывается гепатика энтероностомоз, и пациентка до сих пор жива, прошло уже 7-8 лет, и это подчеркивает важность и актуальность тех исследований, которые выполняются на этапе диспансеризации, которые выполняются грамотными руками. Вот здесь, в отличие от предыдущей пациентки, имеет место стеноз, и стеноз приводит порой к таким вот мощным изменениям в печени. Это пациент, который оперировался и лечился в Израиле, потом вернулся вот уже с таким, в общем-то, к сожалению, он умер, не удалось спасти, потому что, вы понимаете, сепсис и полиорганная недостаточность послужили основанием для того, чтобы он ушел к большинству. Нельзя не сказать о примависте, я о нем говорил, это препарат, который уникальным образом позволяет повысить функциональность методики, он ликвидирует, собственно, вот все упреки в сторону МРТ, что метод недостаточно функционален, вот, и позволяет за счет своей простоты, я о нем вчера говорил, опять же, нейтрализовать те недостатки, которые были до его использования. Не все, видимо, видят хорошо, что здесь и чего, за исключением некоторых весьма впечатляющих форм. Вот, так вы видите значительно лучше, так еще лучше, а вот искомые результаты вы можете совершенно четко сказать, кто кого и чего здесь от кого хочет. Вот, в принципе, все то же самое позволяет делать нам использование правильно контрастных препаратов, в частности, примависта, который при использовании увеличивает интенсивность сигнала от паренхимы печени, и тем самым более четко позволяет визуализировать участки, которые не накапливают контрастный препарат. Безусловно, нам нужно использовать систему количественного обсчета и не только основываться на своих личностных ощущениях. Для того, чтобы получать правильные результаты, мы должны совершенно четко строить протокол исследования, выделять область интереса и затем вот эту вот область интереса подвергать последующему количественному анализу, поскольку это очень важно для правильной постановки диагноза. И здесь вот череда пациентов, которые вы видите, классические симптомы гемангиомы, как это хорошо выглядит при использовании примависта в гептоспецифическую фазу, количественные показатели показывают различную скорость накопления препарата. Другой случай, пациент с первичным раком печени был подвержен эмболизации, стоял вопрос, есть ли продолженный рост или нет продолженного роста. Продолженный рост есть, поскольку вот участок этой опухоли, это высокодифференцированный был рак, он накапливал контрастный препарат, что показали нам количественные параметры анализа и позволил сделать суждение о том, что эффект от лечения был парциальным. Метастаз карциноида толстой кишки. Классическое исследование, если бы мы не применяли примавист, мы получили бы такую линейку изображений. Да, мы видим вторичные участки изменений, но обратите внимание, когда мы применяем гептоспецифический контраст. Мы можем визуализировать вторичные изменения размером до 3 мм. Вы у меня спросите, важно ли это? Я вчера свое мнение вам высказал. Здесь присутствует блестящий заведующий нашим отделением онкологическим, для него архиважно, как действуют препараты. И именно поиск и наличие перед назначением лечения мелких форм и затем анализ того, как эти образования подвергаются вторичной регрессу, показывает эффективность лечения. Безусловно, препарат очень эффективен при попытке оценки этрогенных повреждений. Мы это делаем. У нас в клинике, вы видите, применение примависта позволяет совершенно убедительно показать, что есть повреждения желчных протоков. Примавист безопасен. Не было ни разу ни у одного пациента никаких специфических осложнений. Он очень повышает, в общем-то, эффективность нашей диагностики. И в заключение я не мог бы не сказать о перспективных направлениях в лучевой диагностике заболевания гептобулярной системы, потому что мы должны смотреть в завтрашний день. Да, действительно, это диффузионно-взвешенные протоколы, которые позволяют за счет без использования, подчеркиваю, контрастного препарата, без внутривенного введения препаратов годоления, визуализировать вторичные очаговые изменения, дифференцировать их, ну, в общем, понимать это отчасти для поражения воображения, поскольку цвет лучевой диагностики в рентгенологии именно как раз для этого используются, чтобы вот более красивые научные доклады делать и так далее. Но в то же время, посмотрите, метастаз колоректального рака мы должны выполнить достаточно трудоемкий объем исследований, которые, собственно, дублируются методикой DVI и получением карты диффузии. Мы видим участок сниженной интенсивности сигнала, что говорит о том, что это метастаз. Мы можем использовать DVI для оценки тех или иных лечебных манипуляций, в частности. Здесь нет ответа, поскольку объемы образования интенсивного сигнала от них на картах диффузии не изменились, в отличие от этой ситуации, когда происходит на фоне лечения уменьшение образования через короткий период времени после абляции. МР-эластография, да, она имеет прикладное значение, но даже вы, не посвященные специалисты, можете сказать, что вот это изображение, когда нет фиброза, значительно отличается от этого изображения. Значит, этому методу есть перспектива, и в ближайшее время, я думаю, еще при нашей практике мы будем получать более значимые результаты. Конечно же, ультразвук, он развивается, и не случайно, к моему лично сожалению, скажем, ультразвуковое направление визуализации зачастую даже не представлено на таких конгрессах, как ИСЕР в секциях, где есть доклады по КТ и МРТ. То есть векторы научные, к сожалению, несколько расходятся, и одни считают, что у них свой вектор, другие считают, что свой. Здорово, что у нас в учреждении мы очень взвешенно относимся к комбинации этих методик, и мы видим, насколько мощно можно, в общем-то, за счет анализа акустической структуры давать количественную оценку и высказываться осуждения, особенно на фоне лечения. Вы понимаете, что это не столь трудоемко, это весьма доступно, и у нас также используется методика эластографии, которая позволяет, в том числе и на фоне лечения, говорить о том, какой эффект мы достигаем. Безусловно, мы не можем сегодня не сказать о использовании ультразвукового контраста с АНАВЮ. Это очень интересный препарат, он в ближайшее время появится у нас в клинике, мы очень активно работаем с теми компаниями, которые продвигают, и он, безусловно, за счет наличия пузырьков газа, позволяет очень эффективно высказываться о природе первичных и вторичных образований в печени. Это очень имеет большие перспективы, очень интересно. Безусловно, мы не можем не сказать об эндоскопическом ультразвуке в этой аудитории, вы его видели и вчера, и сегодня. И обратите внимание, с каким разрешением визуализируется образование внутри холедаха, мы видим нормальную стенку, как фактически полная окклюзия этим образованием происходит. Вот здесь более увеличено, и мы можем сказать, насколько, конечно, эта методика уникальна, особенно в ситуациях, когда есть сомнительный результат при выполнении МРТ. Да, много очень достоинств МРТ, но следует отметить, что моя точка зрения, что если мы вчера говорили базовым методом для дифференциальной диагностики очаговых образований поджелочной железы является метод компьютерной томографии, то магнитно-резонансное исследование и золотой стандарт для исследования печени билярного тракта. Повторюсь, что желчный пузырь и конкретно проблемы желчного пузыря блестяще решает само по себе ультразвуковое исследование. Мне очень было приятно в этой аудитории выступить, я благодарен вам за внимание. Спасибо большое, Вячеслав Альбертович, за прекрасную лекцию. Уважаемые коллеги... Вторая часть или продолжение того разговора, который мы начали вчера, и сегодня мое выступление будет существенно короче, потому что многие методы, о которых я упоминал вчера, и с позиции методологии, и с позиции оценки феноменов морфологических, они однотипны при исследовании органов, этих органов поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Начать бы мне хотелось со схемы подпеченочных желчных протоков для того, чтобы напомнить и отметить то, что кажется, что сама система чрезвычайно проста. В принципе, она дренажная, она позволяет проводить выведение желчи по определенным протокам, и поэтому и анатомически, структурно, в общем, является довольно примитивной по сравнению с другими органами. Там мало тканевых и структурных элементов, там есть, естественно, покровный эпителий, довольно простой цилиндрический, там есть базальная мембрана, очень слабо выраженный подследистый слой с сосудистым компонентом, мышечная, фиброзно-мышечная ткань, непосредственно стенки и адвентициальные элементы. И, соответственно, казалось бы, что и количество патологических процессов, в основном опухолевых, естественно, наверное, должно быть не очень много. На самом деле ситуация для нас довольно сложна, и для того, чтобы принять решение о диагностике каких-либо заболеваний, то мы обычно встречаемся с материалом, который в ампулярной зоне чаще представлен все-таки биопсийными исследованиями и намного реже брасбиопсией. В отношении внепеченочных желчных протоков используется исследование смывов. В подавляющем большинстве лечебных учреждений, если и есть, то это брасбиопсия либо биопсийное исследование аноскопическое, и вредка используется современная методика, о которой мы вчера говорили довольно много. Та же самая схема оценки того эпителия, которое мы получаем посредством бражбиопсии. И сегодня много упоминали о том, что бражбиопсия существенного значения, особенно в отношении патологии пограничной предопухолевой либо ранее опухолевой не имеет, потому что это определяется пределами этого метода диагностики. И поэтому заключения цитологические, которые мы можем с вами ожидать, это чрезвычайно редко злокачественная опухоль, тогда, когда цитолог однозначно это категорирует или заключает, но при этом мы должны понимать, что, как правило, в этой ситуации и опухоль является опухолью запущенной. процессы, которые предшествуют карциноме, и опять обращаясь ко вчерашнему дню, я это отмечал и отвечал на вопросы профессора Барановского. Мы говорили о том, что существует определенная каскадная структура, по которой происходит злокачествление эпителия, в конечном итоге с формированием запущенных аденокарцином. Ну и вот в протоковых карциномах, которые касаются подпеченочных протоков, подразумевается, что к этим процессам в первую очередь относится бильярдная нооплазия, ну, предопухолевая третьей степени. Соответственно, очень часто тогда, когда мы видим или устанавливаем в заключение в морфологическом бильярдную нооплазию третьей степени, у большинства речь идет о том, что уже состоялась не просто карцинома, но и инвазивная карцинома. Второй тип предопухолевого процесса – это внутридротоковая сосочковая карцинома, имеющая определенную структурность, именно поэтому имеет такую аббревиатуру и такую форму морфологическую. И, соответственно, второй тип, когда наряду с сосочковыми структурами существует еще тубулярный компонент, либо преимущественно тубулярный компонент, как это развивается чаще всего в эпителиях кишечного типа тубулярной нооплазии, это другой тип. Они все-таки разделяются, потому что имеют не только структурные различия, но и некоторые прогностические различия тоже. Ну и, наконец, речь идет о четвертом типе неоплазии, которые сопровождаются формированием муцина, образованием муцина и, соответственно, с формированием муцинозно-кистозной неоплазии. Ну и, в общем, довольно часто тогда, когда мы устанавливаем эту патологию, речь идет о аденокарциноме. Понятно, что нам помогает в существенной степени определиться как с типом эпителия, так и с его функциональной активностью, иммуногистохимическое исследование. И для того, чтобы проводить дифференцирование изменений внутри протоков, используется панель цитокератинов, указанная здесь, определение разного типа муцинов, для того, чтобы мы понимали, какой тип перестройки эпителия происходит, если это оказается предопухолевого процесса, либо опухолевого, в том числе с оценкой вопросов, связанных с прогрессией и с прогнозом этого неопластического процесса. Ну и в существенной степени проводить дифференциальную диагностику нам помогают индексы пролиферативной активности и нарушения апоптоза, которые отражают вот эту пролиферативную активность. Классификация этих опухолей представлена в той же самой книге. И, в общем, вот довольно непроста она по своей структуре подразумевает и построена абсолютно по тому же принципу, о котором я говорил вчера, и поэтому я не буду на этом задерживаться, но при этом мне хотелось бы отметить, что когда речь идет об аденокарциномах, муцинозных, светлоклеточных, персневидноклеточных, железе-плоскоклеточных или плоскоклеточных карциномах, то диагноз уверенно нами и в цитологической, и в гистологической практике ставится тогда, когда опухоль имеет уже отчетливые признаки, которые выявляются при дополнительных рентгенологических и других методах исследований, поэтому мы проводим только некую констатацию, уточнение какой тип опухоли, с каким типом опухоли мы сталкиваемся. Существенно сложнее возникает, более сложный вопрос возникает тогда, когда речь идет о некоторых типах опухолей, довольно редких для этой области, которые первичное свое расположение могут иметь в других органах, либо билидегистивные зоны, например, в той же самой поджелудочной железе, например, нейроэндокринная карцинома с метастатическим поражением подпеченочных протоков и, соответственно, области формирования фатерова соска. Методы, которые мы используем в своей работе, они также вчера обсуждались, но здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на что. Если традиционная цитология, как правило, используется при исследовании браж-биопсии, то для того, чтобы максимально использовать полученный материал при браж-биопсии, то, конечно же, нужно щеточку забирать и ее транспортировать не в формолине, а в специальной транспортной среде, для того, чтобы мы нашли возможность из этой жидкой среды и из этой щеточки забрать весь материал, который там только есть, и это можно сделать методом жидкостной цитологии с использованием метода центрифугирования специальной методики, которая позволяет не только определить или распределить клетки в виде монослоя для более детального, более точного, более аргументированного цитологического исследования, но в том случае, если у этого материала будет довольно много, то мы можем использовать эту жидкостную цитологию для изготовления того же самого клеточного блока, может быть существенно более меньшим объемом материала, но при этом достаточным для того, чтобы довольно часто решать диагностические задачи. Ну и вот на примере клинических наблюдений мне хотелось бы продемонстрировать возможности морфологической диагностики. У пациента 43-х лет болен довольно длительное время, первым признаком явилась желтушность, после чего при обследовании установлено показания холестиктомии, которые были выполнены при клиническом диагнозе подозрения на опухоль поджелудочной железы. Было обследование пациента в течение двух месяцев от начала заболевания, проведены самые разнообразные исследования, при которых определена структура терминального отдела на протяжении до 5 мм. Четких данных в гепатобильярной зоне опухолевых не выявлено, в том числе при исследовании ЭОС. При проведении ЭОС. Проведено было стентрирование желчного протока с получением позитивного эффекта. При морфологическом исследовании было установлено, что в эпителии имеются довольно выраженные клеточные, цитологические и клеточные ядерные изменения в виде полиморфизма, в виде определенных изменений хроматина с ядрышковыми изменениями, соответственно, с определенными структурными изменениями, которые при дополнительном исследовании клеточного блока с использованием карцено-амбрионального антигена нейроэндокринных маркеров, CD56 в частности, маркер, который используется для дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных неопластических изменений в протоковом эпителии, желчных протоков именно с определением, довольно высокого уровня пролиферативной активности и низким уровнем P53, позволил нам определить, что речь идет об бильярдной неоплазии третьей степени. Говоря о дифференциальной диагностике диспластических изменений, о бильярдной неоплазии третьей степени, по аналогии, например, с кишечными неоплазиями, относятся к тяжелым неоплазиям, когда мы понимаем с вами, или должны во всяком случае понимать, что наряду с предопухолевыми изменениями эпителия, возможно, речь идет уже о состоявшейся карциномии. Именно поэтому сейчас мы все больше отходим от термина дисплазии 3, который совершенно четко позволяет терминологически определять, что речь идет о неопухолевом процессе, и поэтому мы и говорим о дисплазии в высокой степени. Когда же речь идет о бильярдной неоплазии третьей степени, то подразумевается, что речь может идти о состоявшейся аденокарциномии. Было произведено оперативное вмешательство и с интероперационным исследованием, И вот я вчера говорил о том, что мы крайне отрицательно относимся к самому методу с позиции диагностики. Здесь он использовался для определения края резекции, и при этом в крае резекции были выявлены очаги такой железистой пролиферации, причем в которой отмечалась некоторая симметрия, некоторая дисплазия, и что позволило предположить, что речь идет о том, что в этой зоне удаленного холедоха на линии резекции отмечается пролиферация, которая похожа на аденокарциному, тем более располагаясь в подслезистом слое. Тогда, когда было произведено исследование на парафиновых слезах, то, в общем, было понятно, что в этой зоне неопластических изменений выявлено не было. В ходе оперативного вмешательства была взята биопсия печени, которая, очевидно, свидетельствовала о холестатическом компоненте, и на малом увеличении, на среднем увеличении, на большом увеличении при исследовании этого биоптата было определено, что речь идет о наличии опухоли, о наличии склерозирующего холонгита с очень выраженным и воспалительным компонентом, и с очень выраженным десмопластическим компонентом вокруг желчных протоков. Поэтому мы посчитали возможным исследовать удаленный желчный пузырь уже более внимательный. Вот я обращаю ваше внимание, что в стенке желчного пузыря отмечались островки или очаги, которые имели точно такое же гистологическое строение, как и те изменения, которые я демонстрировал в печени, что свидетельствует о том, что первичный склерозирующий холонгит в данном случае имеет очень яркое подтверждение не только внутрепеченочно, но и по ходу желчевыводящих путей. Соответственно, исследование же биопсии, вернее, клеточных блоков позволяет с высокой степенью вероятности верифицировать протоковый тип аденокарциномы. Когда речь идет об опухолях ампулярной зоны, то ситуация несколько меняется в силу структурности, анатомичности этого органа, и поэтому мы должны с вами представлять, что речь идет, как правило, или чаще всего о доброкачественных процессах этой зоны, и аденомы подразделяются на тип кишечный, панкреатобилиарный, тип гастропанкреатобилиарный, или относиться к так называемой плоской интеропитериальной нооплазии, низкой или высокой степени, каждый из которых имеет определенный совершенно иммунофенотип, который позволяет определить, в каком направлении может осуществляться дедифференцировка в том случае, если этот каскад озлокочисления будет запущен у конкретного пациента. Аденокарциномы ампулярной области топографически подразделяются на интраампулярную, переампулярную, дуоденальную и смешанную экзофитно-язвенную форму. Это определяет некие сложности, которые возникают при интерпретации биопсийного материала, когда, если опухоль имеет экстенсивный рост и доступно для поверхностной биопсии, то, соответственно, и диагноз биопсийный не вызывает сомнений при биопсийном исследовании и существенно усложняется вопрос диагностический, когда опухолевый процесс распространен либо имеет место в более глубоких отделах, и поэтому не всегда поверхностная биопсия позволяет решить диагностическую задачу. По гистологической структуре и по гистологическому строению чаще всего определяется кишечный тип, панкреатобилярный тип аденокарциномы и смешанные, каждый из которых тоже отличается незначительными, но отличиями, позволяющими нам прогнозировать заболевания. Нейроэндокринные опухоли, естественно, точно так же встречаются в этой зоне, они подразделяются на две группы относительно с высокой степенью дифференцировки G1 и G2, но я вчера на это обращал внимание, потому что мы с какой-то степенью уверенности можем говорить о G1 и что это действительно с низким потенциалом злокачественности опухоли. Опухоли нейроэндокринной дифференцировки G2 имеют непредсказуемый прогноз, могут иметь низкую пролиферативную активность, но очень агрессивное течение и опять же параметры методической активности и пролиферативной активности от 2 до 20 процентов являются чрезвычайно широкими и вероятнее всего в последующем будут уточнены с позиции либо внутри вот этой второй группы с подгруппированием, либо с выявлением каких-то других маркеров более значимых для оценки степени злокачественности. Особое значение анализ этой группы наверное еще и в том, что в подавляющем большинстве случаев, и я думаю, что мы к этому придем, основным методом лечения этой группы опухолей все-таки будет не хирургический метод, а химиотерапия, таргетная терапия, целевая терапия, поэтому дифференциальная диагностика, уточнение спектра этих опухолей будет со временем приобретать большое значение. Нейроэндокринные карциномы чрезвычайно злокачественные с позиции прогноза опухоли и текут как обычные аденокарциномы, как правило. Второе клиническое наблюдение касается женщины 63-х лет, у которой в дуэденальной, при адуэденоскопии определяется 15-мм изменение большого дуэденального сосочка, которое верифицировано как опухоль, которая представляет из себя тубулярно-сосочковую анеоплазию, которую мы верифицировали с учетом структурности, как высоко дифференцированную аденокарциному фатерова сосочка. Вот она имела такой довольно определенный вид с исследованием холедыха и панкреатического протока, соответственно, с поражением в этой зоне. При цитологическом исследовании довольно яркая картина была интероперационная, соответственно, также при интероперационном исследовании большие сложности были вызваны наличием нерегулярных тубулярных структур в подследственном слое, которые всегда затруднительны с позиции дифференциальной диагностики с раком. И связано это с аденокарциномой, и связано это в первую очередь с тем, что морфологи это хорошо знают. Дифференциальная диагностика высоко дифференцированных протоковых карцином, подпеченочных протоков, очень часто сопровождается очень низким уровнем клеточно-ядерного полиморфизма. То есть тех типичных признаков, которые лежат в основе для того, чтобы мы сказали уверенно о том, что это аденокарцинома. Поэтому мы довольно часто ориентируемся на тип структуры распространения этого процесса взаимоотношений слизистой оболочки под слизистого слоя мышечного слоя для того, чтобы в большей или меньшей степени говорить о наличии аденокарцинома. Плановое гистологическое исследование было выполнено с установлением окончательного диагноза, что это высоко дифференцированная аденокарцинома с поражением 12-перстной кишки. Ну и в заключении хочется отметить, что проведение комбинированного мороплавического исследования вот этого комплекса позволяет существенно увеличить адекватность. Второе – это наличие полноценных клинических данных. Вчера мы об этом довольно много говорили. Наконец, адекватная пробоподготовка биопсийного и операционного материала. Ну и, соответственно, использование стандартизованной формы формулировки морфологического диагноза, понятного не только патологу, но и другим участникам диагностического и лечебного процесса. В общем, мы с вами должны говорить в отношении патологии на одном языке. Спасибо всем, кто присутствует, потому что я понимаю, что все уже устали, поэтому буду максимально краток и информативен. У меня очень сложная задача. С одной стороны, уже практически все сказано. С другой стороны, мне бы хотелось акцентировать внимание на некоторых вещах, касающихся именно взгляда медицинского онколога, коим я являюсь. Поэтому постараюсь быть кратким, но, тем не менее, на некоторых вещах остановлюсь подробнее. Ну, прежде всего, нужно сказать, что, конечно, нельзя говорить о том, что у нас есть какое-то одно заболевание, которое развивается вот в этой области, в гепатобилярной зоне. На самом деле их очень-очень много, и они могут быть злокачественными, доброкачественными. И самая большая проблема, конечно же, прежде всего, дифференцировать одно от другого и вовремя найти то, что нас интересует. Я намеренно пропущу гепатоцеллярную карциному, которая тоже является одной из наиболее часто встречающихся патологий в этой области. И, конечно, больше всего уделю внимание данной карциному, которые развиваются, наиболее частые опухоли, развивающиеся в протоках и в поджелудочной железе. Чтобы понимать, с чем вообще мы имеем дело, я бы хотел показать несколько цифр, которые на самом деле просто ужасны. Это данные Американской ассоциации онкологов, NCCN, которые, в принципе, наверное, лучше, чем общероссийские, но, тем не менее, посмотрите на эти числа. Здесь вы можете видеть распределение по стадиям по выявляемости опухоли, которые исходят из поджелудочной железы и рака желчных протоков. Подавляющее большинство пациентов, к сожалению, имеют распространенные формы. Чуть лучше ситуация обстоит с хайлангиогенными карциномами, чем при раке поджелудочной железы, но на самом деле ненамного. Для контраста, рак молочной железы – самое частое заболевание у женщин по онкологии, и более того, одна из ведущих причин летальности. Посмотрите, 60% пациентов выявляется на ранних стадиях, и только 5 на четвертые. Ровно обратная закономерность мы видим при раке поджелудочной железы и при хайлангиогенных карциномах. Еще хуже дело обстоит с пятилетней выживаемостью. Обратите внимание, вроде бы первая, вторая стадия. Казалось бы, уж жить и жить пациентам. Нет, четверть пациентов только доживают 5 лет. Четверть – катастрофа. Более того, если мы говорим про четвертую стадию, то практически 5 лет не переживает никто, как при раке поджелудочной железы, так и при раке желчных протоков. И для контраста, рак легкого считается самой большой проблемой вообще в онкологии, наибольшая смертность, высокая частота встречаемости. Посмотрите, первая, вторая стадия – 50% живут 5 лет. 50, да, в два раза больше. То же самое можем сказать в два раза больше третья стадия, в два раза больше четвертая стадия. Фантастика. А мы все уделяем внимание раку легкого, раку молочной железы, и очень мало внимания уделяем именно этой патологии. На самом деле проблема-то поднимается и очень широко. Я думаю, что многие из вас могли встречать эту фотографию. Это так называемая социальная реклама, которая была в Британии не так давно, по-моему, полгода назад или год назад. Сделана Британской ассоциацией онкологов. И под слоганом «Лучше бы был у меня рак молочной железы», здесь вы можете видеть молодую женщину, у которой распространенная форма рака подживудочной железы. Таким образом и врачи, и соцработники пытались привлечь внимание к этой группе пациентов для того, чтобы помогать им дальше. В чем же проблема? Кроме особенностей морфологических, кроме особенностей расположения опухоли, потому что не так просто добраться туда, чтобы поставить правильный диагноз, выполнить биопсию, конечно, молочной железа ближе, это проще. Прежде всего проблема заключается в том, что на ранних стадиях заболевания никаких проявлений, как правило, мы не видим. Пациент не обращается к нам, он не может нащупать эту опухоль, его ничего не беспокоит. То есть все те симптомы, к которым мы привыкли для этой нозологии, они встречаются тогда, когда опухоль достаточно крупная. Такие вещи, как желтуха, изменение стула, боль, потеря веса, снижение аппетита, слабость, как правило, признак того, что заболевание уже достаточно далеко зашло. Тогда, когда мы уже вряд ли можем вылечить пациента. Итак, мы заподозрили или даже поставили диагноз холангиогенного рака или рака под желудочную жизнь, что мы с вами должны предпринять. Прежде всего, конечно же, то, о чем уже многократно на этой конференции было сказано, мы должны четко установить стадию и причину распространения заболевания. КТ, МРТ с контрастным усилением и эндоскопическая ультрасонография это база, на которой планируется дальнейшее лечение пациента. Без этого планировать какое-либо лечение на самом деле невозможно. Конечно, огромное значение имеет и биопсия. Я чуть позже об этом скажу. Дополнительными вещами обязательно нужно исследовать онкомаркеры, которые не могут быть критериями диагностики, но они очень важны как прогностически, так и предиктивно впоследствии, когда уже планируется лечение. Ну и, кроме того, дополнительные методики, такие как позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с КТ и лапароскопия, безусловно, тоже могут нам помочь. Единственное, что нужно помнить, что позитронная эмиссионная томография, об этом сегодня уже говорилось, она может дать ложный отрицательный результат в том случае, если опухоль достаточно маленькая, что, в принципе, бывает довольно часто в этой ситуации. Менее одного сантиметра вероятность обнаружения, к сожалению, не очень велика. Менее 0,5, как правило, можно вообще забыть про PET. Лапароскопия в этой ситуации позволяет избежать более больших операций лапаротомии с дальнейшими какими-то нехорошими последствиями для пациента и раньше найти отдаленное поражение, чем хирург уже начнет оперировать такого пациента в более радикальном плане. Почему важна биопсия? Понятно, что если мы идем на радикальную операцию, наверное, биопсия потребуется чуть позже, и это будет уже послеоперационная биопсия. Но, если мы с вами планируем какое-либо лечение, будь то неоадьювант, паллиативная терапия или адьювант, без биопсии начинать просто нельзя. Ни один вменяемый онколог не назначит лечение до тех пор, пока мы не получим морфологическую верификацию по одной простой причине. Мы можем лечить не то. Для сравнения. Понятно, что аденокарциномы наиболее частая проблема, которая находится в этой зоне, имеет не очень высокую общую выживаемость, но там может быть и другие опухоли, например, лимфомы, которые вообще можно вылечить, да, без всякой хирургии. Мы можем их вылечить действительно, и если мы правильно поставим диагноз, то нам не нужно будет пациенту ставить крест и просто отправлять его в какие-то там хосписы или куда-то еще, и ему нужно помогать. Поэтому, если хирург все-таки зашел внутрь, к счастью, в большинстве случаев так оно и происходит, всегда нужно брать биопсию. Еще лет, наверное, 5-10 назад очень часто мы встречались с тем, что хирург говорил, ребята, да и так все видно, вот мы открыли, там все в метастазах, о чем вы говорите, какая биопсия, зачем лечите? Сейчас уже все понимают, что на самом деле нет такого понятия, как рак в целом. Существует много разных заболеваний, и гистологическое исследование, и морфологический диагноз – это основа для этого выбора дальнейшей тактики лечения. Я позволил себе разделить на две большие группы все эти заболевания. Начнем с опухолеподжелудочной железы. Ну, собственно говоря, условно, всех наших пациентов с опухолеподжелудочной железы мы можем с вами сделать на три большие группы. Да, это пациенты с изначально резектабельной формой, с пограничной резектабельной формой и нерезектабельной изначально формой. Критерии резектабельности, в принципе, известны, и это определяет подход к такому лечению, в частности, если пациент изначально резектабельный, то, конечно же, единственным способом вылечить такого пациента – это хирургия с последующей адъювантной терапией, что тоже важно, потому что многие почему-то забывают про то, что, к сожалению, хирургия, даже радикальная хирургия, далеко не всегда вылечивает наших пациентов. При пограничной резектабельных опухолях можно идти сразу на операцию или думать про неоадъювантную терапию предоперационную в тех ситуациях, когда мы с большой долей вероятности можем сказать, что радикальная операция R0 невозможна. Ну, и при нередиктабельных, конечно же, основной метод лечения – это лекарственная терапия. Операция в этой ситуации может быть только паллиативный характер в виде стентирования, наложения обходных анастомозов, и операции, которые производят с целлюцит-редукцией, в этой ситуации абсолютно не нужны, потому что они ухудшают прогноз пациента, такие пациенты живут меньше, чем без операции. Ну, для критериев редиктабельности основное, конечно, это отсутствие отдаленного поражения. Это база, на основании чего мы делаем вывод, что пациент принципиально подлежит хирургическому лечению. И два критерия, которые дополняют это – это отсутствие вовлечения крупных сосудов, таких как печеночная артерия, таких как черевный ствол, портальная вена. Для пограничной детальности, опять же, остается все тоже главный критерий отсутствия метастазов, но возможно вовлечение сосудов так, чтобы мы могли их резецировать безопасно для пациента, запротезировать и таким образом обеспечить R0-резекцию. На самом деле критерии несколько варьируются от разных клинических рекомендаций, но в целом это общее правило. Для неодевантов, в том случае, если мы поняли, что ситуация потенциально может стать операбельной, но у нас есть по этому поводу сомнения, сейчас существует несколько схем лечения, они нам доступны. К сожалению, стандартов нет просто потому, что эффективность такого лечения в среднем состоит от 30-40% максимум. А если брать монотерапию гемцитабин, например, то всего 25%. Поэтому, конечно, говорить о том, что есть стандарты для предоперационной химиотерапии при раке подживающей железы, конечно, нет. Этот вопрос индивидуально решается. Есть работы в Америке, связанные с использованием химио-лучевого лечения. В Европе и в России практически это не используется в силу достаточно высокой токсичности такого лечения. И, хотя, действительно, современная лучевая терапия достигла огромных высок, но такое беспокойство в плане токсичности есть, и поэтому все-таки у нас предпочитают лекарственное лечение. Итак, предположим, пациент прооперирован. Вот, казалось бы, все хорошо. РНО-резекция, нет отдаленного поражения, все нормально. Но посмотрите на цифры. Я еще раз вам напоминаю. Первая, вторая стадия. Только четверть пациентов переживут пятилетний рубеж. У большинства будет прогрессирование заболевания. Поэтому, конечно, нам хочется как-то улучшить эти результаты, как-то помочь хирургам добиться финальной цели излечения пациента. Что же у нас сейчас есть? А у нас есть так называемая дювантная терапия, которая сейчас потихонечку уже приобрела стандартный характер. И в первом же крупном исследовании, где оценивалось использование гемцитабина в сравнении с просто наблюдением, оказалось, что группа гемцитабина пациенты имеют двукратно выше пятилетней выживаемости, чем те пациенты, которым не проводилась эта терапия. Еще несколько исследований рандомизированных, которые подтвердили ту же самую историю, их нельзя сравнить, потому что несколько были разные критерии включения. Но они также получили среднюю выживаемость в среднем 2,5 года. И все они показали, что комбинация гемцитабина в монорежиме или в комбинации с другими препаратами достаточно эффективна и позволяет улучшить удаленный результат лечения наших пациентов. Что делать, если у нас неоперабельная форма? Надо ли лечить такого пациента? Ну, прежде всего, мы можем с вами точно сказать, что если мы пациента такого не лечим, то средняя продолжительность жизни будет 3,5 месяцев всего. Понятно, что есть группа пациентов, которая проживет дольше, есть группа пациентов, которая проживет меньше. Это средние цифры. 3,5 месяца. С введением гемцитабина ситуация несколько улучшилась. В частности, мы получили фактически двукратную прибавку к выживаемости, хотя, конечно, это не запредельные цифры, если сравнивать с той же, например, раком кишки, где мы имеем сейчас выживаемость 30 месяцев в премиостатической форме, или при раке молочной железы. Здесь это всего лишь полгода, но это уже лучше, чем 3,5. Плюс, что очень важно, химиотерапия в этой ситуации не только не снижает качество жизни наших пациентов, а наоборот их улучшает. То есть те пациенты, которые получали гемцитабин, имеют лучшее качество жизни в сравнении с теми, кто его не получал. Несколько исследований, которые оценивали эффективность комбинации гемцитабина с другими препаратами, имеют несколько противоречивые данные. И, к сожалению, сказать, что какая-то схема предпочительнее, на настоящий момент мы не можем. Более обнадеживающие данные мы получили, когда прошли два крупных исследования. Первый из них – Продиджи. Очень интересное исследование, где оценилась схема фолфиринокс. Это очень мощная схема, состоящая из трех химиопрепаратов. Достаточно токсичная. В 20% случаев мы видели токсичность 3-4 степени. Но при этом 11 месяцев общего выживаемого, что, в принципе, в два раза больше, чем использование гемцитабина в монорежиме, что очень неплохо. Более того, через полгода при оценке качества жизни оказалось, что эти пациенты имеют лучшее качество жизни в сравнении с теми, кто получал гемцитабин в монорежиме. Единственное ограничение для этой схемы – то, что мы должны отбирать пациентов достаточно соматически сохранных. То есть пожилые люди с большой соматической патологией, с выраженной опухолевой массой не подлежат схеме фолфоксире, мы можем сделать им хуже. В принципе, для этой группы пациентов, наверное, подходит схема с альбубинизированным поклитоксилом. В России он не зарегистрирован, но наше отделение имело опыт работы с этим препаратом. Действительно очень хорошо переносится схема гемцитабин плюс напоклитоксил. Прекрасные эффекты и общая выживаемость также выше, чем в среднем, если сравнивать с монотерапией гемцитабином. Что касается рака желчных протоков, здесь все гораздо сложнее. Прежде всего, потому что у нас не так много рандомизированных исследований. Таких пациентов, в принципе, не очень много. И говорить о большой доказательной базе, о том, как правильно лечить таких пациентов, конечно, довольно сложно. Но все-таки. Условно, опять же, мы можем разделить все холангигенные карциномы на опухоли желчного пузыря, на опухоли внутрепеченочных протоков и вне печеночных протоков. На самом деле, в принципе, довольно условное разделение, потому что клинически все это протекает более или менее похоже. Единственная оговорка, что рак желчного пузыря, как правило, течет более агрессивно, чем другие варианты. Плюс его сложнее выявить на ранних стадиях, потому что его клинические проявления, как правило, совпадают уже с большим распространением опухоли. Основной метод лечения, который может вылечить такого пациента, это, конечно же, хирургия. Но, как уже было сказано сегодня неоднократно, в этой ситуации хирургия это очень экстенсивная манипуляция, вплоть до трансплантации печени. И такие, к сожалению, манипуляции, конечно, недоступны для всех пациентов. Это, во-первых. Во-вторых, они не всегда возможны, просто потому что заболевание, как правило, выявляется тогда, когда уже эта манипуляция просто невыполнима. Ну и, в-третьих, конечно, с финансовой стороны, наверное, не всегда возможно везде сделать такую манипуляцию. Дополнением являются аблативные методики. Их сейчас очень много. Это и хемоэмболизация, и радиоэмболизация, использование микросфер, и радиочастотная аблация, и стереотоксическая радиохирургия. Все это дополняет хирургические методики, но, к сожалению, как правило, не может гарантировать выздоровление пациента. Ну и, собственно говоря, наше лекарственное лечение, химиотерапия, конечно, неотъемлемая часть лечения этих опухолей, которые, как правило, используются в адювантном режиме, хотя доказательная база для этого не очень большая. Ну и в паллиативном режиме доказательной базы здесь, конечно, больше. Что важно с точки зрения хирургии? Конечно, важно наличие радикальности операции. По всем исследованиям получается, что если удалили в рамках R0, то такие пациенты имеют гораздо лучший прогноз, чем если у нас R1. Ну, это понятно, это закономерно. И, скорее всего, если у нас все-таки есть вероятность R1, наверное, может быть, и не стоит нагнетать, лезть на огромные операции с риском для жизни. И имеет смысл начинать все-таки с паллиативного лечения в этой ситуации, потому что мы все равно знаем, что R1 – это подавляющее большинство пациентов, в которых будет рецидив, в которых будет прогрессирование, которые, к сожалению, все равно умрут от этой патологии. Для адювантной терапии, по большому счету, все, что мы знаем, это экстраполяция данных из тех исследований, в которые попали группы пациентов с холоногенными грациномами, как правило, от опухоли поджелудочной железы. И было показано, что действительно после проведенного хирургического лечения при опухолях Т2 и выше второперимединные их комбинации, гемцитабинные их комбинации могут повысить отдаленную общую выживаемость. В случае паллиативной химиотерапии данных больше. У нас есть рандомизированные исследования, которые нам показывают, что действительно химиотерапия имеет смысл. И самое важное, наверное, ключевое исследование британское UKBC02 показало, что комбинация гемцитабина с цисплатином может увеличить продолжительность жизни до года в этой группе пациентов. Монохимиотерапия гемцитабином остается тоже возможным, но, естественно, это ее несколько хуже, и она выполняется в тех случаях, если мы понимаем, что пациент по каким-то причинам не может перенести комбинированную химиотерапию. Также обсуждается вопрос о замене плотина на другие препараты плотина, например, на оксалий плотин, которые менее токсичны. Естественно, наука не стоит на месте, развиваются медицины, развиваются таргетные технологии, и уже существует несколько исследований второй фазы, где оцениваются возможности использования таких таргетных препаратов, как ингибиторы эпидермального фактора роста, сосудистого фактора роста. Это все-таки вторая фаза, поэтому говорить какой-либо высокой достоверности тут не приходится. Мы знаем, что в одном из очень надежных исследований показалось, что комбинация ингибитора эпидермального фактора роста с гемцитабельным романтиканом позволила увеличить выживаемость в среднем до 12 месяцев, чуть больше года. По сути, это все, что мы объективно знаем про холангиогенную карциному. Дальше это вопрос индивидуализации лечения, это вопрос будущих исследований, будущих перспектив. Что важно? Самое главное, что все эти опухоли требуют обязательно мультидисциплинарного подхода. Мы прекрасно понимаем, что без грамотной диагностики, лучевой, патоморфологической, без хирургического подхода и без лекарственного лечения, мы не даем шанса пациенту вызвать от этого заболевания. По сути, мы должны бить всем, что у нас есть, чтобы победить вот эту болячку у этих пациентов. Конечно, очень важно думать о развитии скрининга в этом направлении, потому что вопрос очень сложный. Мы знаем, что есть определенные предисполагающие факторы, такие как наличие хронического воспаления, но четких критериев когда, у кого и чем искать ранние стадии у нас сейчас нет. Это вопрос будущих исследований. Также, конечно, мы имеем сейчас потрясающие прорывы в онкологии. Я думаю, многие из вас слышали о прорывах при лечении меланомы, при лечении рака легкого. Эффекты, которые действительно в некотором роде даже удивляют меня, как онколога, который уже 15 лет в онкологии. Например, берав мутированные меланомы, таящие на глазах после начала приема препаратов, просто на глазах. Это фантастика. Но здесь у нас пока никакого прорыва нет. Мы будем надеяться, что они появятся какое-то время. нужны новые исследования, нужны клинические исследования, сравнивающие эффективность терапии. Но, естественно, требуется модификация современных стандартов, чтобы они соответствовали тому развитию медицины, который мы сейчас имеем. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...